Моменты близкого человека, которые могут показаться нормальными, хорошими, допустим. И вот мой муж дегустатор, это хороший момент. Ну, то есть, я понимаю, что он может дегутировать что-то, может быть, не совсем то, что хочется. Но сама идея, что он дегустатор, это очень изысканная специальность. То есть, уважаем, поэтому люди уважают. Это хороший момент. Но если, допустим, вы хотите, чтобы он дегустировал что-то другое, тогда, то есть, саму идею не надо менять. Если вы хотите, чтобы он дегустировал что-то другое, то тогда надо понять одну простую формулу. Вот это слово «как быть», оно означает всегда одну и ту же вещь. Вот смотрите. Веды объясняют, что в нашей жизни нет никаких случайностей. Вот мы думаем, что мы как-то случайно попадаем в ту среду, в которой живем. На самом деле, эта среда имеет глубоко организованную структуру. Нам даже не снилось, насколько все четко зафиксировано в нашей жизни. То есть, у нас есть определенная сила из нас, которая направляет нашу судьбу, и мы сдаем ее на те экзамены, которые надо сдавать. Я изучаю эту тему, и мне приходится только догадываться, насколько все в очень жестких рамках находится. Например, я как-то проанализировал, кто мне нравится из противоположного пола. И взял гороскоп, и вот кто-то мне нравится. Взял гороскоп этого человека, посмотрел, и увидел, что если бы я женился на этом человеке, была бы такая же точно судьба, как и моя судьба с моей женой. Видите, то есть идея в чем заключается? В том, что все очень жестко. Ну даже, ну то есть я только догадываться могу. Я не могу понять всю глубину этих вещей. И вот то, что муж вот такой, это тоже проявление всего лишь нашей судьбы. Потому что если взять, то надо коронизировать людей в разных браках. Вот сейчас мы проведем статистику. Вот смотрите, вот допустим, кто-то из вас уже не первый раз женат или замужем. В принципе, это уже не является чем-то позорным, потому что из 100% браков в нашей стране по статистике, по-моему, там зарегистрировано 158, что ли, миллионов браков. Из них 130 с чем-то миллионов разводов. Ну то есть 80% браков распадаются в нашей стране. Поэтому ничего страшного нет. Вот смотрите, статистика такая. И мы сейчас просто проведем анализ. Вот поднимите руку те из вас, кто точно так же себя ведет в следующем браке с близким человеком, как вел себя в предыдущем. Вот кто точно так же? Вот поднимайте руки одну. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек. А теперь поднимайте руки, а то абсолютно по-другому себя ведет в следующем браке. Смотрите в зал. Видите? Подобляющее большинство подняло руки, что они по-другому себя ведут. Знаете почему? Потому что человек ведет себя так в браке, как соответствует судьбе близкого человека. Вот какова судьба близкого человека, так ты будешь себя вести. Понятно, что ты тот же самый человек, поэтому какие-то аспекты поведения останутся. Но много будет другого. Даже мы можем не подозревать, насколько мы можем, будем себя вести по-другому. Хоть нам даже может казаться, что точно так же. Многие вещи и восприниматься близким человеком будут совсем по-другому. Это означает, что этот мир, он так сделан, что каждый сдает свой экзамен в нем. И вот мой муж такой вот. Это экзамен. Хотите его поменять? Надо знать, как меняется судьба. Судьба меняется с помощью изменения ценности в сердце. Если человек, допустим, хочет денег, работы, обычно чего люди хотят, то это значит, что он в обычных рамках судьбы находится. Но если его ценностью стало что-то выше, если прежние ценности, которые он раньше имел, меняются, значит, более высокие. Если его жизнь, он связал свою судьбу с святостью, с каким-то возвышенным человеком, а именно с кем мы связываем свою судьбу, во что мы верим, так меняется наша жизнь. Тогда меняется судьба. Ценности поменялись, ты воспринимаешь по-другому близкого человека, к ним по-другому относишься, он для тебя становится другим и по-другому себя ведет, как результат. Сначала ты его видишь другим, а он ведет себя так же, а потом постепенно он и вести себя начинает по-другому. Поэтому для меня ответ на этот вопрос, что делать, один, это молитва. Я не знаю другого способа, кроме как взаимоотношения со святостью, которое меняет восприятие, ну, которое меняет судьбу. То есть у меня там грехов стопор было. В результате этой возвышенной деятельности стало меньше. Результат тоже такой же. Я стал по-другому воспринимать мир, моя жизнь стала другой. Я это говорю, потому что у меня есть уже конкретные примеры моего окружения, моей жизни и так далее. Больше нет ответа на что делать. Есть еще, знаете, есть ответы такие в рамках сферы моих возможностей. Понимаете, люди как решают свои вопросы судьбы. Вот, допустим, в этом магазине нет хлеба. Что делать? Идти в другой магазин. Так? И мы так все вопросы судьбы решаем. Мы думаем, что все вопросы судьбы решаются очень просто. Если мне с этим человеком не везет в личной жизни, значит, надо найти другого человека. Так? То есть мы воспринимаем судьбу точно так же, как взаимоотношения с хлебом. Да? Вот в этом заключается проблема, потому что опыт показывает, что вот так вот, ну, если ты жестоко бросил человека, то сначала будет какое-то время хорошо тебе в новых отношениях, а потом станет очень плохо. Почему? Потому что так действует судьба. За каждый поступок приходится платить. Потому что разница есть от отношения с хлебом в магазине или за отношения с человеком. За отношения с человеком нам приходится платить. Потому что веды объясняют, что у каждого человека в сердце находится представительство Бога или представительство совести, его чистота, честность, совесть, то, что дает ему жизнь, то, что контролирует его судьбу. Эта сила, она защищает нас от несправедливости. Если кто-то действует неправильно по отношению к нам, мы будут отвечать за это. Конечно же, с точки зрения наших прошлых поступков это правильно. Но все равно приходится вот все отвечать. Ты сделал по отношению к этому миру что-то неправильное, тебе придется за это отвечать. Каков закон? Я это могу видеть на людях прямо вот на вас. То есть, что с точки зрения, как бросил, не бросил, я научился это видеть определенным образом на лице. Есть отпечаток определенной судьбы. В левом глазу. Не видно, что дальше человека ждет. У женщин сердце холодным становится. Никто не замечает, когда они бросают. Они не могут найти себе близкого человека нормального. То есть, они находят себе кого-то, но родственных отношений не возникает. А если мужчина жестоко бросает, у него сердце становится горячим, в результате он не может остановиться, он меняет одну на другую, и он не может привыкнуть к женщине близкость, но посчитать ее, что ему этого достаточно. Так действует эта сила. Молодой человек в окси ведет. Ну вот это ваша судьба в окси ведет. Нельзя его носить, не факт. Если вы еще не вышли замуж, то вы должны выбрать себе человека, с которым будет легче жить. Но вопрос «не вышел замуж» сейчас тоже очень скользкий, потому что некоторые думают, что они не вышли замуж. И живут вместе с человеком уже 5 лет в одной квартире. И точно так же ведут себя, как с мужем. Но каждому говорят, «Мы не расписались». Ну и что вы не расписались? Согласно ведом, год вы вместе живете, значит муж и жена. То есть вы меня уговариваете, что я согласился, что вы можете бросить своего близкого человека. Ну смотрите, я не против. Вы сами потом смотрите, что произойдет. Я не против. Лучше вообще встречаться, решать потом. Не надо жить вместе и потом решать. Это не человеческий способ решения вопросов. Люди должны сначала думать, потом поступать. Они сначала поступать, а потом думать. Понимаете? У моего мужа нет удачи на работе. Значит, у вас нет удачи с работой мужа. Его всегда выгоняют. Много долгов. Что я могу сделать, чтобы исправить ситуацию? Опять ответ очень простой. Тот же самый. То есть ваша судьба тяжелая. Что вы можете сделать? Внутренняя жизнь изменяет судьбу. Внутренняя жизнь изменяет судьбу. Как вы думаете, почему вот все вопросы на одну и ту же тему? Вот есть два ответа на все вопросы. Они все одинаковые. Какие два ответа? Первый ответ какой? Первый ответ. Прими свою судьбу. Сразу легче станет. Прими, это твоя судьба. Вот есть Виктор Франков. Слышали, да? Такой психиатр. Войну с лагерем находился. И он просто что людям давал? Он людям давал понимание, зачем жить и принятие судьбы. Две вещи. Когда человек принимает судьбу, ему уже легче жить становится. То есть ситуация, в которой он находится. Когда он понимает, зачем жить, то он выживает. Принять судьбу. Что значит здесь в этой ситуации принять судьбу? Надо понять, что это не у моего мужа нет удачи на работе. А у меня нет удачи в этом вопросе. Это моя проблема, а не его. Мы всегда от своих проблем ответчиваемся. Мы не хотим принять свою проблему. В этом проблема? Сегодня мой самолет приземлился не туда, куда надо. В другой аэропорт. Потому что там был туман. Да, тоже был туман. Мы почему-то решили в этот. Вот. И в Сирии самолет посчитал, что куда вы нас приземлили? Ну, это вы сами приземлились туда. Ваша судьба нас туда приземлила. Ну, то есть я тоже, кстати, так считал. Я был в теме. Потом я из темы, когда вышел, я понял, что я не прав был в этой ситуации. Мы всегда в теме, когда находимся, кто-то должен сказать, что как надо себя вести. У кого много долгов? У вас много долгов. Если бы не у вас было это все, так зачем вы мне тогда писали бы эту записку? Еще один момент очень важный. Надо вот часто думать, как мне можно помочь своему сыну? А что ему помогать? Вот я начинаю разговаривать с сыном, говорю, у тебя как жизнь? Он говорит, у меня классно. Кому надо помогать? У сына все нормально, что ему помогать? Он пьет, курит, разговаривает, занимается, но он чувствует себя хорошо. У него все нормально. Кому помогать надо? Тому, кто страдает. Почему? Потому что это его судьба. Вот это твоя судьба. Ты страдаешь, твоя судьба. Понятно, у сына есть судьба своя, но он не нуждается, потому что он ничего не хочет менять, значит, не нуждается. Только тот, кто хочет менять такому человеку можно помочь. Но у меня другой вопрос. Почему эта ситуация безнадежна? В чем причина? Ситуация безнадежна, потому что помогать надо не сыну, а надо понять, кого мучает судьба. Она мучает меня, значит, я должен что-то в себе менять. Я должен меняться сам. Это меня мучает судьба, поэтому я должен меняться. Я в детстве вот увидел эти безнадежные ситуации, когда мы баловались с ребятами где-то во втором, третьем классе. Мозгов еще не было совсем. Сейчас тоже, по-моему, так не так уж много, но тогда было совсем. И мы резинками связывали две соседние двери с жгутом таким строительным. И как бы две двери звонили, и как бы народ, если бы один открыл, можно было бы понять, что происходит. Но не открывали оба и ругались. Потому что... И потом, в конце концов, они начинали ругаться друг на друга, потому что тот орал оттуда, а этот орал отсюда. Но они понимали, что там вроде бы тот виноват, потому что он критит. Ну, это было смешно очень все смотреть. Но идея в чем заключается? Кому-то надо было просто закрыть дверь. И тогда второй бы понял, что резинка, надо кто-то, что должен помочь. Это вопрос. Просто идея в чем заключается? В том, что надо иногда успокоиться. Не помогать сыну, а успокоиться и просто понять, что происходит. Потому что все ситуации, которые создаются в нашей жизни, они предназначены только для одной цели. Для какой? Как вы думаете? Для того, чтобы понять... Да, для того, чтобы изменить свою судьбу, себя. Беды объясняют, что цель нашего рождения это перемены. То есть мы должны сдавать экзамены. Мы рождаемся туда, пытаясь быть счастливыми здесь. Вот в этом несоответствие заключается в той ситуации, в которую мы попали и нашего понимания этой ситуации. Несоответствие. Мы считаем, что мы здесь для счастья рождены, а на самом деле мы рождены для сдачи экзамена. Потому что именно тот, кто сдает экзамен, он и счастливым и становится в конечном счете. Спасибо вам. Нет, немножко склероз. То есть первое... Да, ну старею, видите, уже. Вот. Первое, надо принять судьбу, да? А второе, было уже сказано, надо начать действовать не так, как обычно мы действуем в этом мире. Надо есть внешняя жизнь, где-то объясняют, когда мы реагируем на события. А есть внутренняя жизнь, когда ты понимаешь, что ты должен поменять свое восприятие своей судьбы, своей жизни. И вот этот контакт со святостью, он, эта внутренняя жизнь, она все в жизни меняет, внешнее все меняет. Если ты начинаешь очищать свое сердце, то дальше что? Следующий этап и перемен происходит. Первый этап. Ты по-другому воспринимаешь ситуацию. Допустим, мой муж хороший. А не плохой. Просто он меня мучает, потому что мне положено. Видите, это другое восприятие совсем. Муж уже хороший стал, но им не положено мучиться. Вот, следующий момент. Так как ты уже, ты реагируешь на него нормально, он же сам не знает, что он мучает, не понимает, что он агрессор. Он не понимает это, потому что так устроено в этом мире, что человек не понимает, что он виноват. Свою вину человек не знает сам. Мы не знаем свою вину. Вот кто из вас знает свою вину в отношениях? Все? Значит, вы уже меняете отношения. Все остальные не меняют отношения. Они не знают своей вины. Они думают, что он виноват. Вы близкий человек. Значит, отношения не будут меняться. Когда ты знаешь свою вину, ты уже начинаешь менять отношения. понимаете, вот в этом заключается ключ. То есть человек должен возвыситься, то есть он возвышенно должен смотреть на мир, то есть должен начать внутреннюю жизнь. Поэтому люди молились в древности. Они в молитве много времени проводили. Для чего это нужно? Для того, чтобы посмотреть по-другому на окружающих людей, на себя, на свою судьбу. По-другому означает таким образом, что люди вокруг хорошие. Моя судьба тяжелая и правильная. Это хорошо тоже. Это неплохо, это хорошо. Потому что, если бы она была легче, я бы совсем обнаглел. А так хоть как-то меня сдерживает, моя тяжелая судьба, сдерживает меня в жизни. Но самое удивительное заключается в том, что когда человек так себя ведет, она судьба становится легче потом. Человек меняется, он начинает по-другому реагировать на тебя, потому что ты уже ведешь с ним себя по-другому. Даже если взять современную психологию, то одно из самых прогрессивных направлений этой психологии, это когда ты действуешь не в ты сообщении, а в я сообщении. Ну, например, ты хочешь человеку что-то сказать, ты ему не говоришь, зачем ты выбросил моего котенка за дверь, а ты ему говоришь, и еще прибавляешь, садист, а ты ему говоришь, мне очень больно видеть, как произошло это событие. понимаете, то есть ты его не обвиняешь и говоришь, мне больно. И в этом случае как он реагирует? Он слышит послание, он говорит, тебе больно, ну, прости я просто, и начинает объяснять, почему он как бы выбросил, потому что котенок уже неделю писает в ботинки, и как бы мне тоже больно очень, мне не в чем ходить на работу, ботинки не отмываются, воняют, и директор уже сказал, что у меня вводит, если я буду так пахнуть, и я как бы, поэтому я его выбросил, вернее, не выбросил, а просто дал ему свободу, подарил ему весь мир. Сразу налаживается контакт, но вот чтобы этот шаг сделать, надо перестать этого человека считать причиной своих проблем, иначе ты не можешь в ясообщении с ним разговаривать, это невозможно, и придется его обвинить. А чтобы перестать человека считать причиной своих проблем, как вы думаете, что для этого нужно? Есть одна вещь удивительная, которую многие не знали, что для этого нужно. Нет, это следствие. Пожелать счастье ему это следствие. А? Это тоже молиться, это тоже следствие. Вы, наверное, не ответите на этот вопрос, это компромисс. Знаете, иногда такой вопрос задаешь, что никто ответить не может. Типа, ты такой крутой, все знаешь, никто ничего не знает. Я вам сейчас объясню, смотрите, все очень просто. Почему мы злимся на близкого человека? потому что он является объектом, который посылает несчастье. И так как он несчастье не посылает, я начинаю требовать от него счастья, понимаете? и поэтому я на него злюсь. Бывает же такое, что когда человек совсем не вменяемый, объектом счастья становится тот, кто говорит в телевизоре. Мы иногда так себя ведем. И как вот в этом юмористике погоду сообщает человек, пьяный, сидит, слушает, и он говорит, мне не нужна погода в Москве, я хочу услышать погоду в Таганроге. И матерится. Она ему передает погоду в телевизоре, а он ей говорит, что ему надо от нее. Почему? Потому что очень сильная значимость, человек хочет испытывать счастье от этого человека, который в телевизоре находится. Но часто мы живем в телевизоре, потому что нас близкие люди не слышат. Потому что каждый же хочет своего счастья. Нам не сильно не хочется знать, что близкий человек хочет. Нам хочется сказать, какую погоду я хочу, услышать. Посмотрите, причина, внимательно послушайте, причина заключается в том, что мы те объекты, которые не могут нам в принципе дать счастье, в них начинаем верить. Подмена ценностей, понимаете, главная причина всех проблем нашей жизни это подмена ценностей. Верить человек должен в святость, а близким людям просто служить. И за просто служение, без желания плодов, человек получает счастье также от близких людей. Если я забуду, что близкому человеку, он будет благодарен мне по-любому. В каком случае, если я его после этой заботы не дергаю, допустим, жена приготовила, сидит и смотрит, как он кушает с целью получить определенные слова. Так? И у него уже ложка в горы застревает. Почему? Потому что он понимает, что от него хотят. Ну, то есть, такой обмен не приводит к счастью. Поэтому в древней культуре у людей с детства учили ставить цели выше в жизни. Что мы живем для светлого чего-то. Да? Мы живем для Бога, допустим. А близким людям мы служим. И тогда все становится понятно. Бог меня наказал, близкие люди воплощают это наказание в жизни. Я им должен служить, это мой долг. Мое проявление людей. Опять же, по ним понятие людей очень сильно извращено в современной культуре. Раньше люди знали, что любовь означает служение. А сейчас любовь совсем другое означает. Многие вообще считают, что любовь это когда происходит определенное колебание, процесс колебательный такой, значит, любовь. Такую механическую природу любовь приобретает в нас уже. Механическую природу приобретает. А любовь, оказывается, это высшее проявление нас как личности. И это проявление имеет бескорыстную природу. Должно быть. Означает настоящая любовь в семье рождается только через много лет. Есть такая психолог Алешина в мире эти живы. Сейчас много таких фамилий на мне талантливых. И она взяла исследовала отношения браки обнаружила, что до 14 лет совместной жизни идет снижение отношений портится. А потом начинают улучшаться. Получает лу-образная кривая вот такая в отношении. Сначала хорошо, потом плохо, еще хуже. Потом, когда мы пережили определенный кризис в отношениях, они начинают улучшаться. Знаете, вот там в нижней точке что находится? Там находится никаких шансов мне с этим человеком быть счастливым нет. Но почему я с ним остался жить? Потому что у нас есть дети, у нас есть много общего. И с этого момента у тебя что остается к этому человеку? Только служение. Ты начинаешь ему служить? Начинается любовь. В результате пошло вера. Пока мы ждем, что-то от близкого человека идет вниз. Как только мы начинаем просто служить, ничего не ждем уже. Начинается улучшение отношений. Все, понеслась в другую сторону приваря. Часто людям надо больше 10 лет, чтобы понять это, что в общем-то мы ничего не дождемся друг по другу. Потому что когда два человека наслаждаются присутствием другого, они не могут быть счастливы просто в принципе. Потому что когда кто-то тобой наслаждается, ты не можешь быть счастливым. Какое-то время ты можешь быть счастливым, потому что ты наслаждаешься им тоже. Но само по себе присутствие человека, который не любит тебя, а наслаждается тобой, не является чем-то счастливым. В принципе, люди часто обнаруживают через 10-15 лет, что они по факту друг другу не нужны, что они пользуются просто другим. И тогда становится совсем плохо жить. А надо понять, что этот весь мир соткан из таких людей. Мы все только хотим пользоваться, мы не хотим никому служить. Поэтому в этом мире просто в принципе нет того, чего мы так ждем и ищем. Если же человек начинает в высшие сферы идти, а контактирует в своем сознании с теми людьми, кто уже не пользуется, это более высокий уровень сознания. Да, человек служит всем. Это означает, что он уже имеет такую духовную природу, это духовный человек. То в этом случае несомненно отношения с близким человеком меняются. Потому что если любовь проявляется хотя бы в одном человеке, во втором тоже она начинает проявляться. Невозможно не ответить на любовь. Благодарность это и есть проявление ответа. Человек не может не ответить. Все вопросы как лечить у нас на сайте есть бесплатная консультация по здоровью. Как туда спрашивать. В июле узнала, что у мужа случился служебный роман. Повторых год назад. Растет дочь 10 месяцев хочет остаться в семье. У нас двое деток. Нахожусь в состоянии стресса. Помогите. все время твердит о безусловной любви, которую я должна принять. Мы все хотим, чтобы кто-то принял безусловную любовь. Он любит и ее, и меня, но разной любовь. Молодец. Молодцы такие. Разной любовью. Давайте начнем с другого. Хороший вопрос, он по теме. Как раз мы сегодня говорим о верности и уважении в семье. Давайте начнем с другого совсем. Мне понравился этот вопрос. Давайте я сейчас на нем немножко остановимся, у нас тем более уже лекция должна начинаться. Как вы думаете, допустим, если я вышел, дошел до этой точки понимания, что такое любовь? любовь близкому человеку, понимаете? Вы понимаете, у вас есть счастье в семье? Два счастья? Что ты знаешь? Есть? Если есть, значит, понимает человек. То есть идея в чем заключается? Да, что такое, смотрите, очень просто, все очень просто. А? Если я ничего не жду от близкого человека и просто хочу служить ему, как это чувство называется? долгом. Как? Ну, это все, любовь, это всегда бескорыстие. Это чувство, оно может называться разными словами. Это разные стадии любви. Первое, это называется чувство долг. Вот кажется, чувство долг, сухо как-то капает, кидач, можно жить. Чувство долг близких человек. Ну, да, то есть наслаждения от этого нет никакого. Но это любовь. И она поддает совсем другие вещи, понимаете? Вот мы чего ждем? Я смотрю на объект своей любви, и у меня что возникает внутри? Мне хорошо с тобой, и в снегопад, и дождик проливной. Да? То есть возникает внутри такое чувство. Значит, можно жить дальше. Да? Но это не любовь. Любовь означает, что я могу что-то делать, не ожидая ничего взамен для человека. И вы скажете, а как? Ну, а как тогда жить вообще? А где вот это? Мне же счастье должен иметь какое-то? Вот в этом прикол заключается. Да, то, что мы даже не понимаем, как эта система работает, что на самом деле обмен может возникнуть только в результате вот такого отношения. Ну, допустим, давайте уберем вот любовь, это очень сильное чувство между мужчиной и женщиной, и возьмем любовь, которая попроще. Это дружба просто. Вот вы узнаете, что ваш друг от вас чего-то хочет. Вы будете с ним дружить дальше, нет? Это уже не дружба будет. Это называется спеловые отношения. Или есть разные виды дружбы. Например, например, ходить вместе в кино. Мы вместе наслаждаемся, вместе просто радуемся жизни. В этом случае, допустим, у меня нет радости жизни, у меня нет радости в жизни. Мой друг пойдет со мной в кино? А? Вот это значит, что он друг уже. Если он из чувства долго пойдет, ему не радостно с тобой рядом, а он пошел в кино с тобой. Это значит, что он друг. Все. друг познается тогда, когда нет счастья в беде. Но чаще всего как бывает в жизни, что мы просто по-другому начинаем видеть человека. Смотрим, а он не в общем-то и не друг. Так? другая ситуация совсем возникает, когда ты это понимаешь в отношениях с тем человеком, которого ты не просто другом считаешь, а ты его считаешь самым близким человеком для тебя на земле. вот здесь возникает совсем другая ситуация. Вот этот обман гораздо тяжелее переносит. Потому что в чем обман заключается? По факту близкими могут только те люди быть, которые действительно понимают, что такое любовь. Веда объясняет, что цель человеческой жизни это постижение истины. Надо понять, в чем истина заключается. Первая истина, которую мы должны понять, заключается в том, что вот эти силы, которые делают нас родственниками и ощущения родственных связей, которые вызывают, они не спрашивают нас, хотим мы верить в эти отношения или нет. Просто люди начинают близко строить отношения и так устроены в этом мире, что между мужчиной и женщиной возникают очень близкие связи глубокие, которые создают ощущение, что этот человек мне дороже моей жизни. Вот это ощущение, оно, веды говорят, имеет природу иллюзии. Не то, что ты не чувствуешь, что он дороже, ты чувствуешь, что он дороже для тебя в жизни. Это действительно есть, ты действительно чувствуешь его дороже всего на свете этого человека. Проблема только заключается в том, что он никогда не сможет тебе отдать то, что ты хочешь от него иметь. Потому что, когда я верю в кого-то, вера это чувство, на которое надо надо адекватно ответить. Вот смотрите, ситуацию, допустим, возьмем святого человека, да, у него есть ученик. Кто такой святой? Это тот, кто живет для Бога, не для себя. Он живет для Бога, общается с бескорыстной силой, чистой, в результате он в чистых отношениях находится и сам становится чистым. потому что в этой ситуации, в которой мы живем в обычных отношениях, это невозможно. Потому что мы все имеем корыстную природу, мы строим друг отношения с друг другом, от этого чистоты не увеличивается внутри. Потому что мы в этих отношениях не можем ничего бескорыстного друг друг подарить. Каждый из нас хочет наслаждаться друг другом. Но если человек строит отношения с Богом, то смотри, совсем другая ситуация. Ученик его строит с ним отношения. Он ему служит, любит его, верит в него, своего учителя. Он действительно святой человек. Он разочаровывается? Нет, этот ученик. Если он не будет оскорблять этого святого человека, а будет ему служить, он будет все больше и больше становиться таким же, как тот. Почему? Потому что любовь это сила, которая меняет человека. То есть ты любишь кого-то, таким становишься. Помнишь Леонид, помните Леонид пел песни «Выставка собак, выставка собак». Нет, это выставка хозяева собак. И клип такой идет, собака такая пушистая, и человек такой рядом идет. И неправда похожий. А тут он клип сделал. Люди вместе живут, они фотография через 10 лет, они похожи. Так? Семья, то есть похожи люди, вместе похожи. Почему люди похожими становятся? Потому что любовь, она людей делает похожими. Так человек любит святого человека, становится возвышенным, в конце концов. Но если, допустим, у меня самая большая ценность это святость жизни, святой человек, смогу я что-то подарить близкому человеку или нет? Но есть одно условие интересное. Он уже не такой близкий для меня, как для всех остальных. Он тоже близкий, но не такой. Эта близость воспринимается как нечто данное Богом. То, что Бог дал возможность нам соединиться в этой жизни. Но это не значит, что этот человек, который рядом со мной находится, на него вся надежда. Нет на него никакой надежды. в любой момент он может заболеть тяжелой болезнью, не придет сидеть возле кровати. В любой момент он вообще может умереть. Кричат, зачем почему ты меня оставил одну? Он сам не рожал себя, сам себя не уводил из этого мира, он не знает почему так получилось. Но он слышит это все, потому что в тонком теле связь остается между людьми. видите в каком безумии мы живем. Мы начинаем верить близкого человека. Не доверять ему, не заботиться о нем, не понимать, что мне этот человек дан для того, чтобы я ему служил, а верить в него. Вот это уже категория, которая рождает жуткие вещи. Вот смотрите, допустим, я верю в мужа, допустим, я жена, и он изменяет мне. Вот как в этой записке. Результат. Если ты для своей веры выбрал не тот объект, какой будет результат, жизнь ломается у человека. Его жизнь теряется, он начинает чувствовать, что ему незачем жить. Это ужасная ситуация, кто испытывал, знает, что это такое. Каждый человек в своей жизни испытает хотя бы один раз. Почему? Потому что эта жизнь дана для того, чтобы мы поменяли свое понимание веры. Вера это не дешевая вещь. Вот наша судьба веру формирует сама. Ребенок родился, я в него верю. То есть мы даже не заботимся о том, хорошо это или плохо верить в ребенка. Вот представьте, ребенок стал объектом веры. Что это значит? Это значит, что он считает себя Богом. Он же глупый, неразумный человек. Он будет точно так же в себя верить, как мать в него верит. Результат он начинает эгоистом вырастать. И эксплуатировать ее любовь. Мучить ее, другими словами. есть другой способ. Не значит, что всегда дети должны совести. Вот если ты веришь Бога, а ему служишь, потому что ты чувствуешь, что он очень родной, это значит, что я должна ему служить. А в чем заключается служение ребенку? Воспитать из него хорошего человека. А это означает во многом ему отказывать. Строгость это высшее проявление любви. Мать часто думает, что строгость любви это забота. А более глубокая забота это строгость. Но строгость не означает злость. Ты строгий из-за того, что ты хочешь помочь, а не из-за того, что ты не любишь человека. Это уже более высокий уровень любви. Многие даже не знают, что это так. В нашей культуре сейчас считается, что с детьми вообще нельзя быть строгим. Потому ювенильная потому что раньше люди верили в Бога. И они могли быть строгими, потому что у них был источник веры другой. А ребенок это цель объект служения. Сейчас ребенок это источник веры. И поэтому мы его или любим, или ненавидим. Если источник веры мне приносит счастье, я его люблю. Если источник веры мне приносит страдания, что я с ним делаю? Я его ненавижу. Понимаете? Но если это просто ребенок, который неразумный, счастье у меня или страдания приносит, я просто ему служу, потому что источник веры у меня другой, более высокого плана. Вот это называется разумное существование, то, что я сейчас говорю. Но до него дойти очень тяжело. Для этого надо тяжело трудиться над своим сознанием. В чем заключается смысл нашей жизни? Я вас не замучил? Нет, нет. Все нормально? Да. С верхней слова. Нормально. Спасибо вам большое. Правда, я вам очень всем благодарен. Итак, вопросы верности и уважения в семье. Это цель нашей беседы сегодняшней. Письмо, которое я прочитал, послужило лейтмотивом для этой беседы. То есть женщину бросил любимый человек, она не знает, как ей жить, она находится в жутком стрессе. И сразу возникает вопрос, а вот это хорошо или плохо? Как вы думаете? сначала кажется, что хорошо, и тогда пускай дальше в стрессе и находится. Потому что, ну, как бы, молодец, любит, поэтому и стрессе. Ну, вот, если разобраться в этом вопросе поглубже, то стресс является признаком непонимания, что такое отношение между мужем и женой. Нет понимания, поэтому и стресс. но а почему вы думаете, что он не может изменить? Ну, почему он не может изменить? Потому что мы любили друг друга и жили все верно друг с другом. Ответ очень простой сразу возникает. Но вы уверены, что вы любили друг друга? Вот если я наслаждаюсь своей женой, я ее люблю или нет? Я просто ей наслаждаюсь и все, это не любовь. Если даже посмотреть мое желание что-то сделать для нее приятное, почему ухаживают мужчины за женщиной? Чтобы она улыбнулась и в ответ приходит хорошо улыбнулась. Да? Как там песня поется? Потому что ты мне просто улыбнулся отчего 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 мне хорошо отчего ты мне просто улыбнулась Вот. Вот так действительно хорошо становится, потому что просто улыбнулась и все. И ради этого мужчина готов все для нее делать. Как мне один записок написал молодой человек говорит Я Легина на самом деле полюбил А вы пожалуйста не стойте вот куча свободных мест поднимите руку рядом с кем свободные места Вот на руку идите прямо для вас подняли руку все кто стоит на руку идите помогите им пожалуйста найти свое место здесь в этом зале я буду очень благодарны на руку тут есть свобода видите руки для вас поднимаем для тебя для тебя для тебя давайте садитесь пожалуйста присаживайтесь Молодой человек написал мне такую записку что вот Олег Геннадьевич я вот не согласен с вами я вот эту девушку молодую полюбил совершенно бескорыстно мне от нее ничего не надо и даже если она выйдет за другого замуж я не я не обижусь бескорыстно полюбил но ответ мой как бы для него был очень суровым я ему сказал а ты бабушку можешь полюбить бескорыстно так же как эту девушку взять ее в жену бабушкой можешь такой бескорыстный знаете он задумался я его в шок он такой он задумался сначала не понял а почему именно я бабушку должен полюбить почему в чем дело Олег Геннадьевич вы что меня не уважаете но я как бы его уважал просто я хотел чтобы у него сработала вот эта система чтобы он понял что если ты молодую девушку любишь значит это уже не бескорыстно значит ты хочешь наслаждаться в жизни а не служить видите как все примитивно по факту в наших чувствах мы хотим наслаждаться идея служения там где-то далеко стоит но если мы хотим наслаждаться друг другом тогда почему мы считаем что мы друг друга любим это ничего общего с любовью не имеет вообще это просто жизнь в которой есть много но потому что в какой-то момент в любой семье вот это ощущение счастья от близкого человека неминуемо заканчивается вот такая же красивая все то же самое а кайфа нет нет вот этого ну что сердце не поет рядом почему-то все и что делать бросают бросают чаще всего или мучается человек мучается мучается рядом год нет части два дети уже общие мучается мучается и потом летящей походкой увидел счастье и все дальше крыша съехала все у меня к тебе другая любовь разная любовь не такая к тебе другая безусловная к ней к тебе условная это очень примитивно все это понимаете потому что даже вот просто терпеть это тоже примитивно потому что надо просто отрезать надо понять что рядом с тобой человек бог тебе дал чтобы ты ему служил и это служение родит любовь потом которая действительно настоящая между мужчиной и женщиной бывает настоящая любовь но она бывает только есть когда есть объект любви который эту любовь подзаряжает понимаете мы сами вот когда мы взаимодействуем друг с другом мужчина с женщиной взаимодействуют когда друг с другом они подзаряжаются эгоизмом Когда человек взаимодействует со святостью, он подзаряжается любовью. Если люди не имеют в жизни веры, они не молятся, не читают духовных книг, у них нет наставника духовного, у них нет священных писаний в жизни. Им не от чего подзаряжаться чистотой. Где они ее возьмут? Потому что мы вокруг себя в жизни не имеем чистоты, нет объектов чистоты, которые бы дали нам возможность любить. У нас есть такая возможность в сердце. Она не проявлена, потому что нет примера. Она у нас спит, как веды говорят. Это возможность любить спит. Мы можем искренне жить для близкого человека и испытывать любовь от него, потому что им придется быть благодарным. Придется, потому что когда человек испытывает любовь от близкого человека, настоящую любовь, он не может не среагировать. Она проникает сразу в сердце и вызывает другие чувства. Она не вызывает ни половое влечение, она вызывает чувство благодарности. Это очень возвышенные чувства. «Верю в Тебя, дорогую подругу мою, это вера от смерти меня, темной ночью спасаю». Помните? Только пули свистят по степи, только ветер будет проводать. То есть идея в чем заключается? Что настоящая любовь направляется, когда смерть рядом. Это женщина не спит и в кроватке, в детской кроватке, тайком слезу пророняет. Но она спасает от смерти человека. Веда объясняет, что любовь, она защищает человека от смерти. Потому что цель человеческой жизни — достичь настоящей любви. Когда человек достигает настоящей любви, ему незачем умирать. Он должен, удача приходит его жить, должен жить дальше. Потому что если он достиг этого, он должен дарить другим эту любовь. Должен заботиться, чтобы она не погасла. Поэтому надо разобраться сначала, почему все-таки стресс-то возник. Веды объясняют, что стресс возникает, когда человек теряет свою жизненную нить. То есть он верил во что-то, он считал это объектом своей любви. А потом, бац, этот объект любви его предал. Результат какой? Жить незачем. И что такое стресс? Человек не знает, зачем ему жить. А когда человек незачем жить, он начинает умирать потихоньку в сердце. И вот эта вот душа, она вечно хочет жить. А по факту в этом мире она жить не хочет. И поэтому у нее противоречие возникает. Жуткое противоречие, которым человек не может находиться. Не может ни спать, ни есть, ничего. Нормально функционировать не может. Потому что он должен, в общем-то, жить. А жить можно только для чего-то. Человек не может жить для себя. У нас природа подчиненная. Понимаете? Мы себя считаем все объектами наслаждения. Но на самом деле мы не объекты наслаждения. Мы наслаждающие. Вот кто из вас может жить в пустоте? Чтобы не для кого, а просто в пустоте. Вот один человек только у нас. Бог. А все остальные подчиненные? Почему? Потому что мы можем, даря любовь, жить только. Нам кто-то должен быть объектом любви. Понимаете? Мы не можем для себя жить. У нас природа бескорыстная. То есть мы не можем жить для себя. Но по факту противоречие в чем заключается? В суставе детства мы хотим жить для себя. Ребенку дать, что он в руку. Если взять, он будет орать. И у нас этот хватательный рефлекс, он на всю жизнь остается же. Мы хотим к тебе. Моя родная. Имеет разные значения. Моя родная. То есть на него не смотреть. Тоже моя родная. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что мы не знаем себя. Мы не знаем свою главную потребность. Наша главная потребность – это служить объекту. Служить. Но если я, допустим, служу своей жене и верю в нее, тогда возникает несоответствие. Почему? Потому что она подчинена судьбе. Она не независимая. Вот если судьбе положено, что она изменит, значит она изменит. Может быть она и не изменит, если она очень сильная личность. Она выше судьбы тогда, значит, стоит. Но это очень легко. В основном, если тебе по сути положено, что жена изменит, значит она изменит. Она не хочет вроде бы сама, не хотела тебе, не виновата ей, а он сам пришел. Вот. Она не хотела, но он сам когда пришел, и вот так все получилось. Вот. Видите, верность и уважение в семье. Что это такое? Это результат правильного понимания жизни. Вот почему женщина в стресс-то попала, в который муж ушел? А потому что она неправильно понимает жизнь. Она не понимает, что еще не пришло время развивать те чувства веры друг в друга, которые уже развились сами по себе. Эти чувства являются преждевременными. Вот сначала начните по-честному относиться друг к другу, служить друг другу, при чем человек сам должен это делать. Надо сначала понять, что происходит. Первым надо отрезвить. Надо понять, что никакой любви по факту нет. Есть просто взаимное наслаждение. И вот часто, сейчас на Западе даже так воспринимают. Они даже, понимаете, они сейчас уже вот это, они супружеские отношения часто занимают партнерскими, замещают. Ну, как бы это слово супружеская жизнь уже партнерской жизнью стало. То есть мы как бы, ну, понимаете, да, о чем я говорю? То есть мы вместе живем, как бы, ну, вот смотрите, в Америке сейчас уже разный бюджет у супругов. Они даже считают, что более практично и правильно жить, это сразу позволит близкому человеку любовник. Вот ты имеешь право любовника иметь. Я тебя люблю и даю возможность, пожалуйста, хочется наслаждаться. Все равно, рано или поздно начнешь изменять, лучше уж я тебе разрешу это делать. Знаете, что уже такие отношения существуют? Уже есть такие. И люди при этом думают, что они нормально живут, все хорошо в них. Все-таки зачем нужна верность? Верность-то зачем нужна? Вложение, если по факту любви нет в семье. И желание наслаждаться друг другом. И наслаждение всегда это какая штука? Она имеет угасающую природу. Вот смотрите, почему вот так вот эта O-образная кривая это Алешина, психолог Алешина установил? Хорошая, умная женщина. В чем причина-то? А потому что по факту, вот допустим, мед, если один и тот же мед ем, очень вкусный, мне очень нравится, безумно. Сколько я буду, он сколько мне будет нравиться? Ну, какое-то время, потом он уже не такой вкусный будет. все. То, что так же жена, одна и та же жена, вот все то же самое. Ну, сколько будет нравиться? Парней так много холостых, а я люблю женатого. Ну, то есть, ну, все равно же на стороне лучше, правильно? Красивее девушки, мужчины лучше. вот у других мужья, как лебедушки, а у меня педоносец. Это нормальная ситуация, потому что, когда мы близкие отношения строим, женщина всегда, вот смотрите, как женская психика работает, она видит мужчине идеал. Женщина хочет видеть идеал в чем? Идеал, что человек меня защитит, он безутаризмный, он смелый, дешительный там, и так далее. То есть, у женщины своя красота, у мужчины своя. И женщина всматривается постоянно в мужчине, в мужа, в эту красоту. И что она видит? Она видит трусы, видит, что пузо растет. Что она еще видит? Она видит пьяную морду. Ну, много чего она видит, никто, что другие не видят. И что вот у ней прямо от этого сгорается в сердце убор. Измейтесь, муж тоже все видит, но не так сильно, конечно. Женщина-то она очень внимательно смотрит. И когда ругаться начинает, мужчина, женщина, так как очень внимательно относится к отношениям, она как бы соткана из отношений, а мужчина, у него цель какая-то в жизни, есть идея. И он как бы вот ругаться начинает, допустим, кто выигрывает? Конечно, потому что женщина все знает про мужа, не все зафиксировано. И он начинает с ней ругаться, она говорит, ну, посмотри на себя, вот это, 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 это. И она перечисляет, он даже не успевает, ну, не успевает переварить, она все перечисляет ему, все, что она знает по нему. Говорит, что ты из себя строишь? А мужчина, у него клинит, он как бы ничего перечислить не может, по факту как бы знает, что она не права. И он говорит, будешь дальше так себя вести в морду, да? Ну, то есть, соревнования, они совершенно несопоставимые, потому что женщина, она очень внимательно относится к мужчине. Чего от этого любовь возрастает? Смотрите, как интересно, она внимательно относится к нему, видит много в нем недостатков, но при этом в сердце ждет, когда он станет лучше. И в этом любовь заключается, она ждет. Может, когда-нибудь он улыбнется мне по-настоящему, гад такой. Это не любовь. Хочу вас разочаровать. Да просто самообман, который мы варимся. И первое, что нужно для настоящей нормальной жизни, это отрезветь. Отрезветь. Понять, что мы сотканы из корысти всех. Из корысти просто все. Женщина женская корысти. Красивая, такая нежная. Мужчина мужская, сильная, такая важная корысти. Ну, какая бы она ни была, она все равно корысти. Все. Зачем тогда нужно уважение? Зачем нужно уважение? Я к вам вопрос. Что значит зачем, а как без него? А? Что значит зачем, а как без него? Как без него? Ну, уважать же можно только того, кто достойный уважения. А если у нас нет бескорыстия, за что уважать друг друга? Нет бескорыстия, нет. Честно посмотреть даже. Да что вы, уважать? Совсем нет. И может быть вам есть за что. Я сейчас говорю просто вот про ту ситуацию, когда два человека наслаждаются друг другом. И все. Давайте разделим. Я хочу разделить любовь от нелюбви. И тогда можно будет уважать. Вот допустим, мы просто наслаждаемся друг другом. Зачем уважать? Потому что в близком человеке есть то, что достойно настоящего уважения. Но это в нем не проявлено, потому что я этого не достоин. чтобы быть достойным любви, надо начать любить. Любовь означает, что нужно правильно сначала выбрать объект любви. Если у тебя есть святость в жизни, есть святой человек, который ты можешь, о котором думать, поклоняться ему, верить в него, или можно верить в Бога, допустим. Некоторые напрямую в Бога верят, некоторые в святых людей, некоторые в священные Писания верят, поклоняются, допустим, Корану, мусульмане. Это одно и то же. Когда человек поклоняется в святости, он видит чистоту, настоящую чистоту. И надо знать просто хотя бы сначала теоретически, что такая чистота существует в сердце каждого человека. И ради вот этой чистоты, которую ты пока в близком человеке не знаешь, но знаешь, что она может раскрыться в нем, ты начинаешь просто ему служить. Что дальше происходит? Какую бы цель человек не поставил в своей жизни, эта цель приближается к нему. Если он поставит высшую цель, он хочет понять душевные, духовные отношения, тогда эта цель тоже будет приближаться. Но она не дешевая. Поэтому она будет приближаться и даже маленькое приближение сделает чудо. Потому что, если ты действительно бескорыстно что-то будешь делать какое-то время для близкого человека, внешне, может быть, ты не увидишь ничего, но внутри он станет тебе благодарным. И знаете, когда эта благодарность вылезет наружу? Когда между вами начнется разлука, чуть-чуть хотя бы отношения начнут расходиться, близкий человек скажет, на самом деле я вот вел себя так, но я в сердце своем лучше человека в своей жизни не встречал. Вот можно так сказать тому человеку, который бескорыстно к тебе не относился? Можно так сказать? Нет. Так можно сказать только тому, кто тебе верно и честно служил в жизни. Не ожидая, не ожидая ничего. Допустим, муж знает, что жена не накормит, он придет с работы голодной, она не накормит. Он знает, что жена не накормит, он придет с работы голодной, она не накормит. Он знает уже. Он приходит с работы и говорит ей, дорогая, спасибо за то, что ты находишься рядом со мной. И помогаешь мне жить моей судьбой. Ты уже знаешь, что это твоя судьба, что жена не накормит, когда ты придешь с работой. Твоя судьба такая. И знаете, какой результат будет такого поведения? Какой результат будет такого поведения? Ей не будет хотеться кормить, но она будет делать это из чувства долга. В знак благодарности, понимаете? Потому что если человеку по судьбе положено, чтобы его не кормили, у жены в сердце будет нежелание кормить. Сильно нежелание кормить. У кого-то есть нежелание стирать ему белье. У какой-то жены есть нежелание, допустим, улыбаться ему. Но все это зависит от судьбы. Но если ты ведешь себя из чувства долга по отношению к близкому человеку, тогда у близкого человека возникает чувство благодарности, которое заставляет его вести себя совсем иначе. Отношения строят совсем иначе. И тогда возникает вот эта первая, вернее, вторая уже стадия любви, которая называется уважением. Вообще, по факту, первая стадия любви в семье, она выглядит очень как-то так примитивно, как на первый взгляд. Я думаю, что я дома отдыхаю. То есть я могу прийти домой, потому что я не чувствую, что у меня дома что-то плохое происходит. Ну, жена меня пилит, допустим, да? Муж бьет посуду. Но как-то я понимаю, что это моя судьба, и у нас все хорошо. У нас дома все хорошо. Как бы он напился, лежит на кровати, писает под себя. Но это моя судьба, я знаю точно, что так не положено. Поэтому у нас все хорошо. И я дома отдыхаю. Почему я дома отдыхаю? Потому что, кроме всего этого, у меня дома есть алтарь, которому я молюсь. Я испытываю глубокое счастье в чистоте вот этой, которую я нахожусь дома. В чистоте своей внутренней жизни, которую я там веду. А все, что меня окружает, это моя судьба. Я в ней хочу, могу, хочу. И поэтому могу быть счастливым. Вот в своей судьбе. В окружении своей судьбы. Вот кто сейчас не может в окружении своей судьбы быть счастливым, поднимите руку. Это значит, что у вас не хватает духовной жизни. Все. Ответ только один. Не думайте, что какой-то есть другой ответ. Хотите, я вам докажу? Хотите, вот всем вам сейчас это докажу? Мы проводим фестиваль, называется «Благость на Черном море». Да, приезжают 400 человек. И все люди, которые проводят этот фестиваль, они очень серьезно настроены на духовную жизнь. То есть мы готовим пищу с молитвой. Мы все силы отдаем служим этим людям, которые туда приезжают. Кто из вас был на этом фестивале? Согласны с этим? Согласны. И потом, вот на прошлом фестивале, я задал вопрос такой. У меня была лекция, я сказал, вот смотрите. Таким повод поднялся несколько человек, которые поехали на фестиваль. И 400 человек обязательно по статистике. Будет человек 20, которые находятся в жутком стрессе. И идут на фестиваль в этом состоянии. Я их всех спросил. Подняли эти люди руку. Кто поехал на фестиваль, стоит жуткого стресса. Я их спросил, вы чувствуете, что у вас в сердце отношение к своей жизни и к ситуации полностью поменялось? Что вам стало легче? И только один человек сказал, что ему еще не стало легче. Все остальные сказали, да, нам стало легче. В этой атмосфере, которую вы создали для нас, нам стало лучше жить. Мы счастливы здесь. Я, знаете, как ответил. А почему бы вам самим не создать себе такую атмосферу? Почему обязательно кто-то другой ее должен создавать? Понимаете, отношения со своей судьбой бывают разные. Иногда мы ждем святости от судьбы. А на самом деле это неправильный подход к жизни. Ее надо родить своей жизнью. Надо самому действовать в этом направлении. Первый этап действия — это слушание. Человек слушает то, что чисто по природе, что имеет чистую силу. Второй этап такого действия — это принятие. Он слушает, говорит, я согласен с этим, принимает. И третий этап — это поступок. Когда человек выходит на третий этап, судьба начинает меняться. Но даже на первом этапе она меняется. Веды объясняют, что когда люди собираются, особенно в таком большом количестве, и говорят о каких-то глубоких, честных вещах, то жизнь меняется уже в это время. Вот поднимите руку, кому уже легче стало в жизненной ситуации, несмотря вот здесь сидя, сидя здесь. Видите, сколько людей уже стало легче. Хотя я ничего не сказал больше. Вот, а теперь поднимите руку, кому не стало легче. Честно. А теперь поднимите руку, кому не стало легче, но вы на лекции уже были много раз. И стало легче, но на лекции были много раз. Ведь уже меньше. Это значит, что жизнь действительно вас учит. Действительно. Ну, то есть, видите, ситуация настолько тяжелая, что даже вот настроение само духовной жизни, которое мы здесь сейчас культивируем, оно вам не помогает. Хотите, чтобы оно вам помогло? Хотите? Я вас сейчас научу. Все это реально. У тебя девушки были, мысли сейчас вообще. Все нормально, все нормально. Как робот. Начните. Верить в то, что слушание изменит жизнь. Если вы доверяете тем людям, которые здесь присутствуют, мне, допустим, у которых говорят о чем-то, тогда слушайте с верой, что это слушание изменит вашу жизнь. Я никуда вас не тяну. Ни в какую секту, ни в какое направление. Я просто хочу, чтобы вы были счастливы. Вам стало легче? Или нет? Девушка? А не стало легче? Не стало. Улыбается не стало. Слушайте дальше. Слушайте внимательно, Слера, слушайте. В конце лекции посмотрите, что их произойдет. Называется духовная практика. У меня бывают ситуации в жизни, я сажусь молиться, вот ситуация, да, я сажусь молиться, и у меня нет надежды никакой, что что-то изменится. Но я знаю, что этот процесс все равно единственный, который может помочь. Я начинаю просто кланяться своему наставнику, начинаю вспоминать его наставления, начинаю говорить, я хочу служить тебе твоим наставлениям, хочу отдать им свою жизнь. Проходит два часа, и сердце становится чистым. В нем нет и тени вот той ситуации безысходности, страдания, которая была до этого. Знаете почему? Потому что, если ты правильно выбрал объект веры, то тогда путь, по отношению к которому ты к нему идешь, дает только одну победу. Если ты выбрал правильно объект веры, и ты начинаешь жить для него, то в сердце рассеиваются все сомнения, в сердце перестает быть страдание жить. Почему страдание живет в сердце? Потому что мы объект веры неправильно выбрали. И единственное, что нужно сделать, это внимательно слушать, потому что через слушание меняется вера человека. Надо принять, что я должен поменять объект веры. Я не понимаю, для чего моя жизнь, поэтому я страдаю. Я не достоин такого слушания. Когда я сейчас настроюсь, простите. Но все равно мы продолжаем. Спасибо вам большое за заботу, которую мне оказывается в присутствии. Итак, сначала в семье должно появиться чувство, что я дома отдыхаю. Мне хочется домой. Это уже вера близкого человека. Представьте, если бы там тигр сидел дома. Там отдыхали? Ну, приходите домой, там тигр. Соседней комнате. Там даже закрыто. Замок. Ну, вы отдохнете, нет? Ну, дали ему мясо, вроде не голодный. Удохнете? У меня есть одна знакомая. Она живет в святом месте, женщина пожилая, больше 70 лет. И она мне как-то сказала, мы зашли к ней в ее келью. Она живет в Индии. И она мне как-то... Она такая простая. Мне рассказывала про тарик, про духовную жизнь свою. Потом между делом как-то сказала, а вот здесь у нее во рту зубов уже нет, такая старенькая. А вот здесь под кроватью у меня кобра живет. Вот кобра, кобра смертельный яд. А вариантов нет. И знаете, у меня так ноги подкосились. Ну, я как бы, типа, я же верующий человек, все нормально. Но ноги почему-то подкосились. Я не знаю, что они меня выдали. Как-то нехорошо так повели себя. И я спросил ее, а что, зачем? Она говорит, ну, я старая уже, я не могу ее оттуда выгнать. Ну, правда, старая уже, совсем старенькая. И она говорит, ну, как бы, я ей молочко даю там туда-сюда, кормлю ее, и она меня не трогает, я ее не трогаю. Мы с ней живем нормально. С кобры. Чувство комфорта возникает в нее. Ну, нормально, она нормально живет дома. Вот. Но, как бы, мы не можем имитировать это состояние. Это признак святости, когда человек верит в Бога настолько сильно, что объекты страданий перестают вызывать страдания. по факту есть разные силы судьбы. Иногда человеку не нужно жить рядом со своим близким человеком. Есть признаки этого, я вам сейчас опишу. Этот человек постоянно меня ненавидит, он постоянно меня мучает, он не хочет никаких компромиссов, он постоянно находится в состоянии аффекта, то есть или наркотики, или пьянства. Он не хочет работать. Он издевается надо мной и угрожает жизни мне и моим детям. Это значит, что надо жить отдельно, но не разводиться. Потому что есть разные расстояния по отношению к своей судьбе, разные расстояния мы должны делать. Понимаете, вообще человеку не обязательно страдать в личной жизни. Вот у кого из вас ваше пребывание с близким человеком угрожает гибели вашей, поднимите руку. Ну вот это исключительный случай. То есть один-два человека могут поднять, это исключительный случай, значит надо стараться жить отдельно, но не разводиться. В остальных случаях можно тоже не страдать, находясь с близким человеком. Надо просто пересмотреть свои отношения к нему. Надо понять, что он не объект, который дает мне счастье, а он экзаменатор моей жизни. Веды говорят, что близкий человек предназначен для того, чтобы мы сдавали экзамен рядом с ним. И система работает очень просто. Сначала та система, перед которой сдаешь экзамены, привязывает к себе, а потом дальше заставляет тебя мучиться. Вот допустим, если, допустим, я прихожу в строительный институт, там сдают экзамены, мне надо тоже с ними сдавать экзамены, я буду мучиться. Я буду мучиться. Не буду, потому что мне этот строительный институт не сдался. Я не хочу быть строителем. Ну, не буду я там, ну, не сдал, не сдал эти экзамены. Меня заставили там сдавать экзамены. Ну, я не хочу быть строителем. Я, как бы, мне сказали, тебе два. Я говорю, ну, слава Богу, слава Богу. Ты все, все. Наконец-то я могу уйти спокойно. Поставили хоть двойку. Ну, а если вы хотите быть строителем, другая ситуация. Правильно? Видите, причина страдания, это в чем заключается? Что мы чего-то ждем человека. Мы ждем этого человека. И в этом вся проблема. Потому что объект веры выбран неправильно. И это объясняет, что в этом мире счастлив только тот, кто понимает, что все объекты, которые находятся рядом с ним, предназначены только для сдачи экзаменов. И все. За исключением святости. За исключением святости. Вот там уже можешь верить сколько хочешь. Насколько святость возвышена, настолько и верит в нее. И здесь уже не будет осечки. Потому что ты выбрал объект правильно. Но если ты начинаешь служить близким людям, ты выбрал объект, помолился у тебя в сердце, возникло вот это вот чувство счастья от святого человека. И ты раздаешь приветы, как этот змей там, мартышка, раздавал приветы, мультфильник. Просто дали тебе привет. То есть ты просто начинаешь служить близким людям. Просто потому, что ты чувствуешь вот эту веру, защиту, счастье, со святостью, в контакте. Ты чувствуешь и начинаешь служить близким человеком. Какой результат? Первая стадия любви. Близкие люди чувствуют, что дома хорошо. Мне здесь хорошо с этими людьми. Потому что нет страдания. Ты как бы видишь, что есть капля любви, тебе хорошо. Ты начал служить, тебе будет хорошо, папа. Почему? Потому что человек, который служит какой-то среде, он ее терпит. Вот мать, допустим, служит ребенку, она что от него может вытерпеть. Все может вытерпеть, потому что она ему служит. Объект служения, веды говорят, что материнская любовь, она ближе всего приближается к бескорыстной. Больше всего. Но она все равно корыстная, но приближение есть, потому что там есть служение, это самоотдача. Во всех остальных видов любви уже там меньше этого служения. Но такое именно не любви, а влюбленности имеется, потому что любовь-то это совсем другое. Мы собрались с вами, чтобы это разобраться в этом вопросе. Итак, смотрите, если человек начинает вот в этом настроении служения находиться, то он начинает терпеть объекты, принимать их и начинает чувствовать, что все нормально у него в жизни. То есть ему хочется идти домой, ему хочется там быть. И самое главное, что удивительно, что происходит, он в это время выбирает дистанцию отношений. Дистанция отношений выбирается не для того, чтобы наплевать на близкого человека или отомстить ему, она выбирается для того, чтобы с ним правильное отношение строить. Потому что, смотрите, чем ближе дистанция с близкими людьми, надо открыть все двери, потому что становится душно. Когда душно люди не смогут воспринимать, надо все открыть, там есть возможность что-то открыть, помогите нам, организаторам, надо все открывать. сейчас откроете все и сразу станет легче. Пожалуйста. Молодцы. Чувствуете, да, воздух пошел? Это называется организация мероприятия, надо внимательно за этим следить. И вторую тоже можно открыть ту большую, ага. Значит, там зашелки, где-то. воздух пошел. Итак, зачем мы остановились? Дистанция зачем нужна? Она выбирается, посмотрите, чем ближе мы приближаемся друг к другу, тем больше в силу вступает плохая карма, тем больше мы видим недостатки друг к другу, тем больше мы злимся, тем менее уважительно мы относимся друг к другу и пренебрежительно, больше пренебрежительно. Это значит, дистанция выбрана неправильно. Смотрите, интересно, многие люди пробовали держать дистанцию подальше. Что значит держать дистанцию подальше? Означает менее эмоционально общаться, меньше выяснять отношения, садись, давай поговорим. поговорим. Означает жуть, да? я говорю, да, опять мне сейчас будет ругань. вот. Ну, то есть, дистанция означает, что у нас уважительные отношения, но чуть-чуть такие, как бы, мы сдержанно ведем себя друг с другом. Эмоции не распускаем, чувства не распускаем, чуть-чуть сдержанно ведем себя. Мы любим, заботимся, уважаем, служим друг другу, но сдержанно ведем себя. Многие не могут. В чем причина? Эта причина ведом объясняет одним словом привязанность. Что значит привязанность? Это рабское желание получать удовольствие от близких отношений. Называется привязанность. Самый страшный всепожирающий враг судьбы человека. Вот когда человек кому-то привязан, это означает, что он не любит его, а просто как паразит хочет пользоваться его счастьем. И все. Вот эта привязанность не означает, что ты очень любишь его, поэтому не можешь чуть подать. Нет. Это не любовь, это желание наслаждаться им. Потому что по факту вот это близкие, чрезмерно близкие отношения что вызывают? Одну ругань, одни скандалы, одни неприязни. И даже половые расстройства часто возникают в отношениях из-за этой чрезмерной привязанности. Да, люди чрезмерные, кстати, привязанность очень сильно возрастает при чрезмерном увлечении сексом. Чем больше люди вот прямо погружаются в половые отношения, тем больше у них дистанция сокращается все больше, и тем тяжелее становится рядом друг с другом находиться, потому что уважение падает, а количество плохой кармы увеличивается в отношениях. Чем ближе мы строим отношения, тем больше плохая судьба близкого человека начинает на тебя влиять. включаются вот такие тяжелые механизмы судьбы. Глаза бы мои тебя не видели. Понимаете, вот такое получается. С другой стороны, смотрите, как бы, я стою на одном, а ты на другом. Такого же нет чувства глаза бы мои тебя не видели. Понимаете, то есть я стою на одном, а ты на другом, и ожидаем, и ждем друг друга, да? А что же мы обиделись, зачем же мы расстались? То есть уже другие чувства, другие эмоции. Вот. Поэтому разумные люди, они учатся правильно строить отношения. Это означает, что они учатся также понимать, что у меня за отношения к этому человеку. Вот если я чуть-чуть дистанцию взял побольше, я смотрю, как я к нему отношусь. Вот на дистанции можно служить близкому человеку? Можно. Так же, как служил. Дистанция нужна как раз в том, чтобы разобраться, что ты хочешь в этих отношениях. Разберись. Пойми, может быть, ты хочешь просто наслаждаться ими, или все-таки ты хочешь заботиться об этом человеке? Если ты хочешь наслаждаться, тогда чего-то удивляешься, значит, ты страдаешь по закону. Чем больше человек хочет наслаждаться близким человеком, закон есть такой, тем больше в его жизни от этого человека будет страдания. чем больше я хочу служить близкому человеку, тем больше моей жизни от него будет счастья. Все. Закон очень простой. Только следовать. Потому что есть сила, которая заставляет нас приближаться и наслаждаться. Эта сила в нас живет. Ей надо противостоять духовную жизнь, надо силу духовной жизни противостоять. Почему многие люди страдают от своей судьбы? Потому что они не знают, как жить правильно, куда направить силу. Мы все направляем куда-то силу, но главную силу в своей судьбе надо направить на внутреннюю жизнь, потому что без внутренней жизни жизни нет. Вот давайте сейчас закроем глаза. Пример такой. Закрываем глаза и вспоминаем близкого человека. Вот трезвое восприятие, трезвое восприятие близкого человека. Не мечта о близком человеке, а просто трезвое восприятие. Вот какое он на самом деле. Вот смотрите, если вам вспомнилось, как близкий человек молится, как он служит Богу, как он заботится обо всех, или что-то хорошее о нем, это значит, что между вами есть любовь, потому что вы видите в нем духовное чистое. Без духовности не бывает любви, надо духовное чисто в человеке видеть. Если вы увидели, что он такой строгий, плохой, тяжелый или грубый, грубая, значит нет любви, вы его не знаете этого человека, вы знаете свою судьбу, отраженную в нем. А если вы ничего вообще не вспомнили, вот вы вспоминаете, что-то вспомнить не могу его. Это значит, что у вас вообще нет никаких отношений, что в вашем сердце не живет просто и все. Итак, смотрите, как интересно. Мы можем много лет прожить вместе, но отношений нет, потому что отношения всегда имеют внутреннюю природу, они не внешние, а внутренней жизнью мы вообще не живем по факту часто в своей судьбе, часто не живем ей. Почему? Потому что мы не знаем, что она нужна. Вот допустим, человек думает, я хочу с ним поговорить, я все выяснить хочу, но часто это приводит к стандалу и ничего не выясняется. Теперь второй вариант. Я сажусь просто, молюсь и думаю, пускай в его жизни все будет хорошо, молюсь святому человеку и думаю, пускай в жизни моего близкого человека все будет хорошо. Я эталоны любви, чистоты привожу в сердце, и с позиции этого эталона вспоминаю, что такое чистота, светлость, вспоминаю, во что верить, вспоминаю, что есть чистота, есть святость, есть красота, чистота, вспоминаю, сердце мое торжествует, и в это время, во время этого торжествования, я не думаю, пошли все нафиг, буду жить с этой чистотой. А я думаю, я хочу, чтобы у тебя в жизни все было хорошо, хотя мы поругались с этим человеком. Это называется любовь тоже. Любовь, она имеет бескорыстные прорывы, просто чувство долгое, я хочу, чтобы у тебя в жизни все было хорошо. Почему? Потому что по-другому пакетить, это просто зря жить с близкими, пустая жизнь. Она бессмысленна, потому что нет результата, никогда ты не увидишь этого человека по-настоящему. Вот то, что нам показали, try and buy, знаете, try and buy, знаешь, что такое? Ема версия. Сейчас распространю бизнес, нам что-то показывают, какую-то картинку, красиво все, что работает, а теперь покупай. Это не является чем-то новым. Это божественное устройство так работает. Нам Бог дает вот это первое чувство близкому человеку, днем раскрывается все самое лучшее, мы видим в нем духовные проявления по факту. А потом это все исчезает. Почему? Потому что теперь попытайся так с ним жить, чтобы у него это само начало работать. Не по воле Бога, а само. И как это так жить? Надо вот жить для Бога и служить близкому человеку. У него вот это чувство благодарности первая стадия, на ней возникает спокойно, жить можно вместе, спокойствие. Вторая стадия, когда мы продолжаем служить, возникает уважение, потому что из него больше божественного выходит, потому что мы все имеем божественную природу. Мы не эгоисты по природе, как нам кажется. Я вам объяснил, что мы с рождения сотканы из желания служить. Мы хотим жить не для кого-то, мы не можем жить сами по себе, понимаете? Мы должны для кого-то жить. И поэтому наша природа, она божественная, она чистая. Мы достойны настоящей светлой любви. И эта светлая любовь рождается только в любовных отношениях, которые труднодостижимы в этом мире. И начать их надо с себя. Не с него, вот он пускай, он первый. Вот он, когда меня полюбит, тогда я его полюблю. Это и есть корысть. Вся ругань на этом основе. Почему ругаемся? Вот когда ты будешь, мне так относится, я к тебе тоже. Когда ты по лекциям будешь жить, Олег Геннадьевич, я тоже буду жить. Или ты лекция слушала, Олег Геннадьевич, вот и живи по лекциям. Это не любое все. Вторая стадия верности. Вторая стадия уважения. Вторая стадия верности. Вторая стадия уважения. То есть вот постепенно это перерастает. Вот чувство, что у него действительно есть что-то такое у этого человека внутри. Может быть, это еще не совсем проявлено, как-то внешне и проявляется. Но песня уже есть. Что-то есть тебе такое, а какое не пойму, да? Что-то есть, что-то есть тебе такое, а какое не пойму. Песня есть такая. Вот. То есть человек чувствует, что человек хороший внутри. В глаза смотрели друг к другу близким человеком? Глаза уцельте, посмотрите с близким человеком в глаза. Просто посмотрите. Не для того, чтобы потом сексом заниматься, а посмотрите просто из благодарности. Благодарность. И вы увидите другого человека перед собой. Другого человека. Почему? Потому что он другой на самом деле, не такой, какой он выступает перед нами. Он перед нами играет роли, наслаждает нас и мучает. А он просто вот такой вот. Вот какой-то такой вот. Вот как... Почему мы ребенка маленького любим? А потому что он еще не играет никаких ролей. И мы смотрим ему в глаза, и он вот смотрит на нас. Вот такой вот верный. Вот такой вот. Бой. Верный. Он смотрит простыми глазами. Вот он... Никакой роли не играет. Он просто вот такой. И поэтому мы его любим. Так? Потому что мы видим в нем чистоту. Вот эту изначальную вещь. Душу видим в человеке. Ребенок открывает душу перед родителями. И поэтому он вечно любим. Так же может муж душу открыть. А вы посмотрите на него без каких-то желаний. Наслаждаться им. А просто вот посмотрите как на душу. Что там есть что-то хорошее внутри этого человека. Чистое, светлое что-то есть. И служите чистому светлому днём. Не чтобы он наслаждал мои чувства. А просто вот потому что он есть. Это уже любовь. Тогда благодарность просыпается. От этого чистого светлого начинает исходить ко мне обратная связь. Вот с чем я отношения строю в близком человеке, то и будет реагировать. Если я с его половыми чувствами строю отношения, половые чувства будут реагировать. А если я с его душой, с ним как с душой реагирую, тогда душа среагирует в ответ. И тогда ты увидишь вечность в отношениях с ним. Чистоту увидишь. Когда человек вечность видит в отношениях с близким человеком, когда близкий человек тело оставляет, не меняется чувство. Люди, которые достигли настоящей любви, они не расстаются. Потому что тонкое тело не умирает. Мы умираемся только в грубом теле. А тонкое тело как живет, как живет. Оно никуда не девается. Я вам говорю как свидетель. Потому что я изучаю тонкое тело. Вот сейчас до лекции я принимал людей по фотографии. Я то есть лечил их, они на расстоянии находятся, и я с ними работаю. Это обычная практика для меня, многолетняя уже. Там продолжается прием. Все, я фотографии смотрю, тестирую. Порядка 20 показателей надо снять. Чтобы определить конституцию человека. Назначить ему лечение и так далее. И вот я вам как свидетель говорю, что когда грубое тело лежит, там ничего нет внутри. Нет смысла его хоронить куда-то, который ходит на кладбище. То, что там находилось, оно оттуда уходит. Связь, конечно, остается какая-то с этим. Память через этот объект приходит. Да, это факт. Память. Ты приходишь на кладбище, память, связь, это как антенна, связывает тебя с объектом. Ты начинаешь вспоминать человека. Но вспоминаешь ты не то, что лежит в земле. Человек не является вот этим грубым телом, которым мы свои отношения строим. Он совсем другую природу имеет. Душа, она по природе соткана из любви. Любовь – это духовная энергия. И мы души, мы сотканы из этой духовной энергии, энергии, желания отдать свою жизнь. Любовь – это желание отдать свою жизнь. Вопрос только к кому. Вот в чем вопрос. Вопрос к нам. Мы не знаем, кому. В этом проблема вся наша судьба. Думаю, ребенку надо отдать или мужу. В какой-то степени. Но в большей степени ты можешь это сделать только тогда, когда ты отдашь тому, кто действительно является объектом любви. Бог является объектом любви. Вышеистин не является объектом любви. Как вы хотите его понимать. Как Личность и как Вышеистина. Или как Священное Писание. Или как тот, кто живет в Святом Человеке. Вот это самое простое понимание Бога. Знаете ли об этом? Веды говорят. Самое простое, как Бога увидит. Это тот, кто живет в Святости. В Священной Книге и Святом Человеке. Святость видна же. мы можем видеть святого человека поступки, поведения. Это и есть проявление Бога. Самое близкое к нам. Потому что Он спрятан от нас в этом мире. Он нам не покажется. Почему? Потому что мы недостойны видеть свой объект любви настоящей. Мы не имеем на это права здесь. Мы здесь наказаны. И это объясняет, что этот мир создан для того, чтобы исправительно трудовая колония. Да, трудовая. Здесь надо работать. Без работы не проживешь. Ну, это такое очень для вас может быть жестокое высказание, но это правда. Здесь нет ничего такого, чтобы нам надежды какие-то давали. Мы вот чуть-чуть пожили и помираем потом. Мы оставляем все, что у нас есть. И куда-то непонятно деваемся. Прекрасное, далеко, не будь ко мне жестоко. А вот оно не может не быть жестоко, потому что оно означает вот эту старость, смерть. Но на самом деле прекрасное, далекое, это не то, что мы думаем. Человек должен победить, уже в этой жизни победить бренность. Можно одним только способом установить честное отношение с близким человеком. И признаки появятся. Первый признак. «Я хочу быть рядом с этим человеком». «Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой». Ну, то есть, «Я хочу быть рядом с этим человеком». Первый признак, следующий. «Я уважаю этого человека, потому что больше я вижу». И следующий признак называется «верность». «Я хочу быть рядом с этим человеком». Вот когда этот признак появился, у меня к вам вопрос. На этой стадии отношений можно изменить? Ну, кто считает, что можно победить? Взять и изменить. Если кто-то считает, тогда у меня к вам другой вопрос. А вы можете себе в жизни изменить? Вот себе. Вы верили? Кто сказал, да, подняли? А вы себя знаете? Нет. Тогда я вот так говорю. Вот если вы себя знали, что вы душа, что у вас есть, когда вы почувствуете себя как душой, у вас будет огромная вера во что-то. Душа может жить только в вере, она не может просто так жить вот в балдеже, как в доме, наслужать. Она как бы душа, она в этом и живет. Она живет в вере, в чем-то возвышенном, понимаете? И когда душа поняла себя, что она вот в этом живет, она этому изменить не может. Она не может себя предать в этом. Она себе не может изменить. Также верность это отражение божественной любви в отношении двух людей. Этому невозможно изменить, понимаете? Потому что то, ну как бы, наш, ну, по факту, что ты получишь? колебательные движения. И из-за этого как бы я вот придаю вот это самое глубокое чувство, которое я испытываю в своей жизни. Ради этих колебательных движений, ну, это безумие, просто безумие. Поэтому, если по факту вот этот вопрос, которым мы возвращаемся назад, вот женщина, спасибо ей большое за то, что на записку вот он написал, я очень благодарен, что я испытываю стресс, муж ушел, я не знаю, как мне жить. Надо ответить так. Да, вы испытываете стресс, и вряд ли он пройдет сейчас уже, но мы можем положить сейчас начало уничтожения этого стресса. Потому что, когда вы поймете, что никакой любви между вами не было. И по факту, между многими людьми, которые сидят здесь в этом зале, ну, как бы, хоть они и думают, что у них есть любовь, но ее тоже нет. Почему? Потому что, на самом деле, любовь-то не дешевая штука. Вот надо сначала уважать близкого человека, начать. Уважать означает просто спокойно выполнять перед ним свой долг. И ничего не ждать. Изменит, изменит. Вот по факту, смотрите, если я люблю близкого человека, он мне изменил. Какая реакция? Вот пришел он, такой весь, все это такое. У меня, безусловно, любовь появилась. Безусловно, любовь не появилась. То есть, вожделение, весь такой, обтекает вожделение, он такой пришел, домой. Ну, вот если я, допустим, верный этому человеку, я смотрю на него, вот он весь с возжилением обтекает. Что с ним произошло? Лягушка с зайчиком встретилась, никто это рассказывает. Зайчик пушистый, такой, весь чистенький, такой, мордочка такая, красивая, чистенький такой. лягушка вся такая, такая скользкая, такая, вонючая, зеленая. И она зайчика полюбила. И она ему говорит, слушай, зайчик говорит, я на самом деле мягкая, пушисткая. Сейчас я болею, потом я скользкая, вонючая. Если человек верный, по-настоящему, другому человеку, когда человек приходит, и по факту, что с ним произошло? Он просто заболел, попытается это понять. Это же не какое-то возвышенное чувство, он просто заболел. Он больной пришел, потому что его разум сломало. Есть болезни тела, есть болезни разума, понимаете? Вот пьяный человек, это человек, то есть человек пьяный. Ну домой пришел пьяный. Мы с друзьями ходим в баню. Вот. Пришел в баню, то есть пьяный. Пришел в баню, да? Вот. Он болеет просто. Вот как это понять, что он болеет? Для этого нужно его любить хоть чуть-чуть. Но если ты хочешь и наслаждаться пьяницей, можно вот человеком, который перегар идет, можно им наслаждаться? Нет? Какой ответ? Мы говорим, скотина, иди спать. Это означает, что любви-то никогда и не было, потому что это не скотина, человек заболел. Не думайте, что я сейчас шучу с вами. С разной типой болезней. Я, когда изучал, начал критические писания, вообще у меня есть склонность вот к такому научному подходу в жизнь. Ну, как-то меня вот угораздило, знаете, потому что меня всегда влекло, очень тянуло в эти, очень такие глубокие, тонкие, неизведанные области жизни. И я как бы, ну, чувствительность еще очень сильная, и я как бы задавался вопросы об этих вещах, и мне судьба показывала ответы. Разок я спал в квартире, в трехкомнатной, в которой бабушка только недавно тело оставила. И ночью я глаза открываю, смотрю, идет бабушка. Но она идет необычная. И я вот так, я испугался, ее начал хлопать, и она побежала и через стенку убежала. Человек, когда тело оставляет, он не сразу из квартиры уходит. В тюнком теле там еще какое-то время живет. Такое бывает. Я бабушку увидел в тонком теле, потом фотографию посмотрел и ахнул. Бабушка та же самая. Все то же самое, только прозрачно. И вот эти вопросы меня побудили изучать вот это древнее знание. Потому что люди раньше глубже видели мир. И так вот мы. Мы думали, что мы более развитые, а они больше развиты у нас были в этих вопросах глубины восприятия мира. Потому что они видели его одушевленными, а мы видим его неодушевленными. признак тупости. Итак, смотрите. когда человек что-то выпивает и он становится счастливым. У меня к вам вопрос. Может ли просто какое-то химическое вещество просто так сделать человека счастливым? Счастье это что? Химическая энергия? Вот чья энергия счастья это оно химическую природу имеет или духовную? Давайте разберемся в этом вопросе. Неужели химическую? Тогда зачем вообще говорить о каких-то высших вещах каких-то? Зачем вообще жена тогда нужна? Сделай просто химическую структуру себе, которая будет давать тебе счастье. И жили с ней. Если тебе нужна жена почему именно жена а не химическая структура такая? Не припробуют куклы делать искусственные сексом с ним заниматься. Ну как-то так работает. Но не совсем. Что-то не хватает. Что не хватает-то? Жизни не хватает этого во всем. Нет жизни. Но теперь вопрос. А может ли человек привязаться к чему-то неживому вообще так сильно? Вот смотрите. Человек привязывается к спиртному. Он пьет вот спиртное и он счастлив. А почему? Кто знает? Вот ответ такой. Потому что там есть жизнь. Попытайтесь это понять. Это не простая штучка. Это не просто химическая реакция, как мы говорим. Там есть жизнь. Понимаете? И веды объясняют это, что есть такие веслящие духи. Духи это тонкая форма жизни. Малообразованная, малоорганизованная. То есть мозгов нет, как у нас. Но она знает, как ей жить. То есть эта форма жизни, она забирает волю человека, питается волей человека. Взамен дают наслаждение. Привязывают к себе. И когда у человека, допустим, трудности какие-то в жизни, ему стало плохо, выпьем добрая подружка бедной юности моей, выпьем с горя, где же пушка, сердцу будет веселей. Ну то есть идея-то в чем заключается? В том, что когда плохо стало, этот дух начинает в это время требовать отношений с ним. Человек выпивает. То есть он почему выпивает? Потому что он верит, что ему станет лучше. Зачем человек пьет? Просто так, что ли? Нет. Он пьет, потому что он знает, что ему станет лучше. Он выпил, ему стало лучше. Почему? Потому что дух ему дал энергию счастья в это время. На что это похоже? На то же самое, вот допустим, мне плохо стало, ребенку плохо достало, он куда бежит? К маме оп, прижался, легче стало. Застыл. Копит счастье. Ура, побежал. На копит счастье побежал. Ну то есть видите, есть пассивные способы наполнения энергии счастья. Это признак неразумности жизни. А есть активные способы. Когда ты служишь объекту своей любви, тогда ты уже активно живешь. Но никто а? Че? В еде? В еде есть энергия, дающая счастье. Там есть тонкая энергия. Вот когда, смотрите, сейчас вам объясню. Вот когда душа выходит вместе с тонким телом из грубого тела, то если грубое тело еще не разлагается, душа с связанная и она дает ему тонкую силу. Этой силой тонкой питаются все живые существа в этом мире. Есть такая формула, она санскрите звучит джива, дживася, дживанан. Означает жизнь кормит жизнь. Человек не может без живого жить. Мы не можем есть просто сахар, соль, мы должны есть живое. Понимаете? И веды говорят, чем меньше организована жизнь, тем меньше мы берем на себя реакции. Реакция означает, тем меньше портим жизнь другим. И значит, меньше будем за это страдать. Веда объясняет, что есть пять уровней жизни вообще в целом. Есть жизнь в глубоком сне, есть растения, деревья, там, цветочки, они спят. Понимаете? Тоже вы посадите, тот же памятник, да? Дерево волн. Вот. Ну, то есть, они спят. Дальше жизнь, солнце сновидениями. Солнце сновидениями. Видите, не полностью оформленная жизнь, да? То есть, какое-то поведение такое схематичное, да? Или рыбка плывет в одну сторону раз, в другую плывет. сновидениями. Ну, нам как-то странно, да? Все рыбки плывут, плывут, плывут в другую плывет. Тоже так же, очень весело. Ну, то есть, это сон тоже, но он со сновидениями. неосознанная жизнь. Сон означает неосознанная жизнь. Животные не осознают, зачем они живут. Они как дети малые, говорят, ведут. Но, чем больше организованная эмоция, тем больше в ней эмоций проявляется энергии любви. Допустим, собака уже может улыбаться. Кошка может любить. Она такая. И лапу поднимаешь, она как раз застыла. может любить. То есть, животных более организованно начинает проявляться. И мы не хотим кушать любимую собачку. Не кушаем ее, нет? Почему? Потому что мы ее узнали как личность, да? Но вот коровка, которая тоже вроде бы нам молочко давала, мы ее почему-то прирезали. Потому что мы не узнали как личность. Но отвечать придется. Почему? Потому что у ней более организованная жизнь. Она уже осознает себя, поэтому она в тонком теле проклинает того, кто отнял ее жизнь. Деревца не проклинает. И поэтому смотрите, у деревца совсем другая отношение с этим миром. Чем больше мы веточки обстригаем, тем дерево лучше растет. Так? пороси если ножки обстричь они не вырастают в зону. Анекдот есть такой. У хохла соседа спрашивает «Ты что?» «У тебя поросята без ноги». «Да хохла как холодца захотела. Что же мне скотинку убивать что-нибудь?» Смешно, но это правда нашей жизни. Мы как бы не совсем задумываемся об этом. Ну ладно, это не совсем по теме. Просто это все немножко к нашей теме, потому что это указывает на нашу натуру. Мы на самом деле никого не любим здесь. Мы просто используем этот мир и все эксплуатируем его. Итак, смотрите, интересно, почему же он такой пьяный пришел? Потому что он находится под влиянием духа. Он заболел. Это называется болезнь разума. В чем он виноват? Более человек просто. Ну ложи его. Вот человек гриппом заболел. Будет скотин опять гриппом заболел. Иди спать ложись. Вы ложите как вы начнете заботиться о нем. Ну человек точно так же заболел. Но самое удивительное, если хотите, я вам скажу правду жизни, что когда человек изменяет, он тоже заболел. Это тоже болезнь разума. У него крыша съехала. Есть признаки? Хотите, я вам их расскажу? Первый признак. Он перестает чувствовать глубокое чувство к своим детям. Вот он изменяет, допустим, мужчина живет с женой с детьми, это близкие любят для него. Он начал изменять, у него это чувство прежнее, глубокое детям пропадает. Все, до свидания. Своей жене глубокое чувство пропадает, он не чувствует близко, что это близкие люди для него. У него меняется философия в результате, потому что многие люди свою философию строят не на основе священных писаний, а на основе своих ощущений. Вот когда человек свою философию строит на основе своих ощущений, веды говорят, это более низкий уровень развития личности. Философию надо ставить на высказаниях мудрых людей, это значит, что у тебя осознанная жизнь. Вот это правда, а то, что я чувствую сейчас, это может быть неправдой. Это правильное понимание вещей, понимаете, но менее развитые существа в человеческих телах, они основывают на своих ощущениях философию. Я уже не чувствую близости к жене и детям, значит, они не такие близкие для меня, у меня вот к ней безусловная любовь, а к этим другая, похуже. Так это любовь другая, просто ты заболел, тебе просто отшибло вот это чувство, которое было раньше, причина поступок. Веды говорят, что современная цивилизация, она не придает слишком большое значение поступкам, из-за этого мы очень сильно страдаем. Мы не понимаем, что ведая раньше, смотрите, одно из главных утверждений древнего знания гласит поступок сильнее личности. Сейчас мы как считаем личность сильнее поступков. Почему раньше люди боялись изменять? Вот просто боялись. Вот человеку было страшно, страшнее смерти пойти изменить. Почему? Потому что он боялся, боялся, что его судьба поменяется. Он не знал, что его в будущем ждет после этого. А мы на по барабану. Вот изменила, встала, отряхнулась и пошла. Ничего не изменилось. то же самое. А что изменила? Все нормально? Все то же самое? Потому что человек тебя воспринимает как тело. То есть как грубое тело. Мы не воспринимаем себя как психику, как судьбу. У нас нет понимания, что есть судьба. Мы просто воспринимаем судьба. выполнять так же свой долг перед ними. Она не может уже строить перспективы своей жизни с этими людьми, с какими она живет. Много-много чего изменилось после этого поступка. Это называется разошлись как море. То есть судьба повернулась в сторону. А ты мог этого не делать? Ты мог не делать этого поступка, не совершать. Что тебя заставило? Не знали? Почему ты совершил эту поступку? Потому что ты не знаешь, что дальше будет. Вот и все. Мы не знаем, что когда люди вместе занимаются сексом, то через верхние центры обменивается хорошая карма людей. А я иду шагаю по Москве. Ну то есть я всем улыбаюсь, я счастливый. что плохое я что-то делаю? Нет? Нет. Я обмениваюсь хорошей кармой с людьми. Я иду шагаю по Москве, я всем улыбаюсь, нормальный летний дождь. Ну то есть все хорошо, без радиации. То есть я верю в счастье, что все хорошо, все нормально. Ну то есть я дарю всем счастье людям вокруг. В чем измена? измена есть, да? Нет. Почему? Я тоже же любил всех. Я всех любил, любил. Я допустим, вот женщина тонет, а я женатый человек. тонет, она же мокрая тонет, может даже что-то у ней на роже чуть-чуть появилось. Она тонет, да? А я ее спасаю. И жена допустим неожиданно увидела, как я плыву с ней и спасаю ее. Неужели она будет плохо думать обо мне? Вот как будет? Вот будет она плохо думать обо мире. Я прыгаю ее спасая она тогда я ее тяну за собой тащу и плыву с ней в огни на она будет плохо думать обо мне? Нет. Что в ней в сердце появится? Какое чувство? Она что увидит? Она что увидит? Она увидит человека перед собой, который рискует своей жизнью ради другого человека. И она скажет себе хорошо что я живу с этим человеком. Надо посмотреть подумать хорошо что я живу с этим человеком. Я счастлив что я с ним живу. Все быть такой будет. Потому что любовь рождает любовь. Понимаете? Любовь как бы она не проявлялась. Обмен любви через высшие центры не оскверняет жизни. Это не запрещено законом. вот обмен энергии корыстной высших центрах корысти очень мало. Высших центрах корысти мало. Высшие отношения позволены в этом мире любовные. Но если я пошел и начал заниматься сексом с кем-то, то какие отношения возникли? Чем ниже наше тело опускается вниз, тем больше там эгоизма корысти. Тем хуже там карма, плохая карма в низших центрах находится. Человек обменивается плохой кармой с человеком чужим. Он завязывается с ними плотной связью, узел связи возникает между двумя людьми в результате секса. И поэтому эти отношения нежелательны. Вот почему этот Алибабаевич стоял и говорил туда не ходи, сюда ходи, снег башка попадет, больно будет. Почему он стоял там, они снег бросали с крыши, да? Стоял. Помните джентльмены дальше пить? Потому что снег башка ведь правда может попасть? Вот поэтому законы, вот эти морали, они все созданы для того, чтобы снег башка не попал. Здесь нет ничего понимать такого вот. Я спрашивал учительницу в школе, говорю, а почему нельзя обманывать? И она говорит, а мне отвечала, потому что это противоречит материальному моральному кодексу строителей коммунизма. ну нет, я в первом классе нахожусь и не врубался в моральный кодекс строителей коммунизма и не понимал, что это значит с точки зрения обмана. Я хотел узнать, почему нельзя обман. Я чувствовал, что нельзя, а почему не мог узнать. И только потом я понял, что это просто это действие рождает плохую судьбу просто и все. Очень просто, знаете, как обман рождает плохую судьбу. Очень просто, ты человека обманул какого-то, да? Ты установил с ним определенные отношения. Эти отношения меняют картинку мира. В результате ты начинаешь смотреть на людей как на потенциальных обманщиков. Это описано в ведах. Ты на них смотришь как на обманщиков, значит они будут тебя обманывать. Ты смотришь на них как на честных, они будут с тобой честно себя вести. Ты смотришь на пограничника на таможенника как на таможенника, он тебе скажет иди сюда. Ты смотришь на него как на человека, он на тебя не обращает внимания. А вот если у тебя в карманах что-то есть, тебе очень трудно на него посмотреть как на человека. Ты смотришь на него как на таможенник. И он говорит иди сюда. Поэтому попадаются люди. На воле шапках горит это. Почему? Потому что меняется восприятие мира. Так в чем проблема это принять, что близкий человек просто заболел, который изменил? В чем проблема это принять? Спасибо большое. Ой, не смогу ответить на ваши вопросы, мои хорошие. Вы хотите, чтобы я вам лично помог. А я вам сейчас лично помогаю всем. Если вы принцип поймете, тогда проблема решится. Не думайте, что простая реакция, Олег Геннадьевич, вот это произошло, я вам говорю что-то, и все решилось. Это означает, вы к жизни дешево относитесь. Потому что решается все, если вы понимаете, что делать в целом. Понимаете, если вы хотите просто таких отношений со мной, как с куском хлеба, которого откусил и насыпился, я хочу дать способ жизни. Я не пришел сюда для того, чтобы конкретные ситуации разбирать. Понимаете, я разок давал консультации людям, давал, давал до двух часов ночи. в какой-то момент понял, что я делаю. Мне просто в сердце Бог дал знание, что я делаю. Смотрите, что я делаю. Я просто людям даю возможность не работать над собой. Потому что ситуация разрешилась, все нормально. Вначале. До свидания, Олег Геннадьевич. Спасибо за консультацию. А цель-то какая, чтобы наоборот было? Но это не значит, что я буду отвечать на вопросы на все после лекции. Вот сколько сил у меня хватит, отвечать. А сейчас давайте будем изучать. Это важнее. Итак, чем решает понять, что он просто болеет? Вот этот мужчина, который изменил, он просто заболел. Он совершил поступок, который убил в нем разум. Этот поступок, понимаете, человек совершает дурной поступок, он убивает в нем разум. Этот человек нуждается в лечении просто и все. Как его лечить? Вот человек, который любит этого человека, он знает, как его лечить. Вот кто знает, как лечить? Вот человек изменил тебе. Надо сначала любить. Первое правило это любить. Это значит, что ты уже живешь для него бескорыстно. Если ты живешь для него бескорыстно, ты увидишь, как ты среагируешь на то, что он изменил. Какая реакция будет? Спокойная реакция будет, попытайтесь это понять. Спокойная. Нормальная. Как на все реагировать, что существует в этом мире. Нормально. Война началась нормально. Закончилась нормально. меня спросили в этом. А в двенадцатом году мы умрем, Олег Геннадьевич? Да был одиннадцатый год на лекции. Я говорю, конечно, кто-то умрет обязательно. Так же, как и в тринадцатом. Потому что это так мир этот устроен. Понимаете? Он так устроен, что здесь бывают такие вещи, что человек умирает или заболевает очень тяжело. И измена это тяжелая болезнь. Это болезнь соткана овидией. Слово овидией переводится а означает отрицание, овидией означает знание. Это болезнь соткана из незнания. Она возникла из-за того, что человек не знает последствия такого поступка. Все. Поэтому он это делает. Нет другой причины, почему он так поступает. Но почему ты-то страдаешь от этого вот так вот сильно? Почему ты считаешь, что тебе не нужно жить уже? Да, это факт, что его надо лечить. Он любимый, его надо лечить. Это факт. Но почему ты не знаешь, как тебе дальше жить? В чем причина? Причина заключается в том, что ты не выбрал правильно цель в этой жизни. И Бог тебе показал результат. Вот он результат. Смотри, то, что ты считал своей целью, на самом деле твои цели недостойны. Все. Почему ты не можешь нормально к этому человеку относиться, который заболел? А потому что ты сам ненормальный, ты сам больной. Ты выбрал в своей жизни неправильную цель и получил неправильный результат. Все. Это полезен разума. Человек теняет жизненную нить. Один потерял жизненную нить и считает, что это все классно, а другой потерял жизненную нить и не считает, что у него все классно. То есть более здоровый. Второй тот понимает, что что-то не то, он вылечится. А тот который считает, что у него все классно, нормально, то значит тогда ему придется сначала понять, что у него не все нормально, когда он действительно получит результат. Понимаете, есть три силы, которые влияют на нашу судьбу, это в ведах это в аллегориях написано, одной дорогой пойдешь, коня потеряешь, эта сила называется жизнь в перспективе, то есть или жизнь в страсти, то есть как мы живем, мы верим, что развитие в этом мире мне поможет, деньги мне помогут, квартира, что я как бы становлюсь все лучше, все выше, и выше, и выше, и выше, стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропелле редыше бессмертие наших границ. Результат жизни в страсти это раздувание просто эго человека, эгоизма, человек становится все больше границ я как бы вижу вот таких людей, когда я на самолет сажусь, и сначала мне через таких людей надо пройти, называется бизнес-класс. Бессмертие границ и они себя считают очень умными такими, очень умными, но на самом деле, как бы, по факту. Мне сейчас пришлось с одной женщиной общаться перед лекцией где-то часа три назад, она очень большой ученый, доктор наук и так далее, много легалий, когда я пришел, я увидел перед собой скромнейшего человека, в глазах горит истинно, как два уголька, так и чистый. Я увидел ученого настоящего лица, в редкий случай, настоящего ученого видел, какие люди есть у нас в России. Я наслаждался ее взглядом, чистотой, ввалил это общение и понимал, что есть чистота в человеческой жизни, есть чистота, настоящий ученый есть, также есть настоящие бизнесмены, которые не ходят как пуп земли, они просто понимают, настоящий бизнесмен это тот, кто понимает, что деньги Бог дал для того, чтобы он сделал людей счастливыми, деньги предназначены для того, чтобы обогатить это общество, эту страну, сделать всех счастливыми, а не для того, грести и грести и грести и грести и грести ну и что там и что дальше а дальше будет закономерный результат это взрыв смотрите я становлюсь все больше и богаче и богаче в Москве потом в какой-то момент бух и боль пошла по всей Москве что это смысл жизни вот ради этого надо жить это смысл для чего я живу деньги веды говорят нужны для того чтобы сделать всех счастливым нет другой цели если ты не используешь в этом направлении ты будешь чувствовать себя плохо не будешь счастливым будет много денег толку не будет в жизни но есть нечто выше чем деньги понимаете это страсть человек живет ради денег значит он неименуемый становится гордым просто и все потому что очень трудно имея деньги правильно их использовать это сложная вещь коня потеряешь означает друзей потеряешь близких когда человек в страсти живет он все теряет вокруг страсти на что делает человека делает жестким грубым времени нет свободного не с кем некуда поговорить с близкими человек работает зарабатывает а воборот работа оборот работа оборот все оборачивает деньги работает результат какой жена не чувствует еды дети не чувствуют отца человек теряет коня аллегорично теряет тех кто рядом с ним находится жену детей то есть и бизнесмены они одинокие люди по факту почему потому что если даже есть дети у них они хотят их денег они их сами папа нужен потому что он богат и жена тоже видит в нем кошелек нет любви есть просто вот эти отношения кошельковские и все это страсть люди в страсти так живут нет там какого счастья такой жизни человек не стремится есть невежественная жизнь в этой дороге пойдешь себя потеряешь себя потеряешь а вот смотрите это страсть это цветочки по сравнению с невежественной жизнью вот просто честно зарабатывать себе на жизнь там богатеть становиться успешным человеком так это цветочки потому что в этих деятельности много хороших качеств развивается а вот если ты развратом занимаешься если ты нажрался как свинья пришел домой вот здесь уже извини меня цветочков не будет когда человек живет такой жизнью несомненно он теряет себя и первый признак такой потери это смена ценностей вот есть страстные поступки они человека зажигают желанием дальше туда двигаться то есть чуть-чуть повезло тебе на работе деньги пошли ты все как сумасшедший туда пошел это страсть а вот когда невежество приходит в жизни человек теряет понимание вещей выпил чуть-чуть пропадет чувство что это опасная вещь спиртная оно не будет казаться уже ядом опасным вещем ты будешь пить уже нормально по чуть-чуть можно полезно для здоровья полистерин снижается по-моему для них и все мозги тоже снижаются воду никто не пишет да по чуть-чуть пить человек может прожить много лет продолжительность жизни сокращается небольших употреблений сокращается сила разума сила разума это не означает сколько денег ты зарабатываешь сила разума означает способность чувствовать совесть выполнять свой долг бескорыстно перед людьми видеть святого человека перед собой молиться способность способность постичь смысл жизни что я душа постичь что я вечную природу имею что у меня будет следующая жизнь если я неправильно живу в следующей жизни я за это отвечу вот это ощущение что это так это называется сила разума она не дешевая штука она не возникает в результате учебы в школе инвестиции это возникает в результате глубоких отношений со святой личностью такая сила действительно в сердце приходит в таких отношениях трезвость приходит в жизни что есть что начинаешь понимать как все устроено здесь что происходит все сразу приходит картинка приходит в сердце итак есть только одна причина почему вот этого человека который мне изменил я не могу к нему относиться нормально эта причина заключается в том что я никогда его и не любила потому что сейчас когда у него крыша слепала когда он попал в тяжелую ситуацию в жизни мне на него наплевать я просто беспокоюсь о том что у нас была семья у нас было все хорошо поменялась судьба поменялась судьба она меняется сама потому что приходит время вот астрологический период плохой пришел судьба изменилась все приходит время близкий человек изменяет это результат влияния судьбы просто не то что он хотел мы все под влиянием этих сил находимся в которых живет кто из вас может избежать трамвая помните Булкакова нет поднимите руку кто может избежать этого трамвая из вас только сумасшедший может поднять руку мы не знаем когда он приедет мы не знаем этого трамвая мы не знаем чего избегать потому что судьба от нас не зависит она стоит со спины ведь говорят она влияет на нас со спины поэтому человек не знает что завтра в его жизни произойдет а может крышу свернет близкому человеку а кто допустим считает что ему никогда крышу не свернет поднимите руку тоже признак кое-чего я про вас ничего не имею вы хорошая девушка спасибо что пришли вообще как бы следует знать что признак крезвости это знание что мне тоже может свернуть крышу в любой момент вот знание этого является признаком разумности разумный человек понимает поэтому он боится этих поступков злых он и почему человек не совершает таких поступков потому что он боится за свою судьбу почему он не развратом не занимается почему он не пьет потому что он боится за свою судьбу он знает что там беспредел это не сила неверства это беспредельная сила она никого не жалеет бывают сильные разумные люди могут всю жизнь по чуть-чуть пить и остается как бы сила остается у них но бывают они такие в основном не такие смотрите когда этот дух веселящий убивает человека когда приходит в дома домой в горе горькая что такое горькая что такое горинка разжёстко говорю ближе что такое горинка водка понимаете потому что пьют потому что горе пришло в жизнь вот когда человек спивается когда приходит сила понимаете у нас есть определенный уровень счастья в жизни который нам дает возможность нормально жить и по факту мы считаем это и есть счастье вот смотрите вот у нас Бог дает определенное ощущение что все хорошо да и меня спрашивают Алло Олег ну как у тебя дела я говорю все хорошо это значит ватерлиния идет нормально но она от меня не зависит приходит время и ватерлиния вот у корабля да вот эта линия перегруз недогруз вот эта линия она начинает перегруз делать независимо от нас почему так происходит а потому что так действует судьба вот у вас однозначно перегруз идет сейчас то есть пошел вот это счастье не хватает внутри почему потому что так действует судьба приходит премия у всех возникает у всех кто сидит в этом зале произойдет перегруз почему потому что нет счастья все кончилось оно кончается его нет и в это время можно жить спокойно, но для этого надо отдавать молитве отношения со святостью очень много времени в течение дня, просто чтобы выжить. Просто чтобы выжить. Человек в это время молится не для открытий духовных, а просто потому, что он соединяется с источником счастья и он выживает таким образом. Но человек, который не знает, для чего жить и как, он в это время начинает чувствовать себя очень плохо, потому что все это время до этого он жил, на допинге. Вот это чувство счастья не, все хорошо, это просто допинг, который нам дается, а потом забирается в какой-то момент. Почему он забирается? Чтоб мы поняли, как надо жить правильно. Человек это не тот, кто пользоваться должен энергией счастья постоянно. Служить всегда, служить везде, до дней последних донца, служить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце или светить, это одно и то же. Попытайтесь это понять. Что на самом деле счастливый тот, кто научился служить. Вот эта энергия бескорыстной деятельности, которую можно только получить только от тех, кто может это делать. Это феноменальная энергия. В этом мире она не проявлена просто так. Ее просто так не захватишь. Некоторые пункты. Проблема она всегда с ним служила. Ну, прямо крутой. Понимаете? То есть, не захватишь ее просто так. Это передается только от Бога. Это божественная сила. Поэтому только те люди, которые внутренней жизнью живут, молятся по утрам, читают священное писание, служа им. Для удовлетворения святого человека, своего наставника чтения святого писания, всегда есть цель. Следите за целью. Я читаю священное писание. Для чего? Для того, чтобы детям было хорошо, моим, для того, чтобы работу нашел, вылечился от болезни. Можешь закрыть книжку. Бесполезное занятие. Читать священное писание можно только до удовлетворения того, кто тебе их дал. Если ты служишь священным писанием, служишь своему наставнику, я читаю только для тебя. Мне надоело жить для тебя. Я устал жить для себя. Я не хочу больше так жить. Я хочу для тебя это делать. Я хочу, чтобы ты был счастлив. И читаю для святого человека в священное писание результат. Появилась капля этой энергии любви в сердце. Она даст возможность отнестись правильно к человеку, который рушит свою жизнь и мою. Он пришел как экзамен в мою судьбу сейчас. Он до этого пришел тоже как экзамен, но мы об этом не знали. А теперь мы узнали. Вот он стоит близкий человек с этой скользкой мордой. Весь опошленный этими связями, связями, которые разрушают чистоту человеческой жизни. Он изменил. Если я его люблю по-настоящему, я вижу в нем больного человека просто. И как я к нему отношусь? Спокойно. Сердце спокойно. Я на расстоянии нахожусь в это время. Я не позволю моей любви быть попранным. Если он подходит ко мне и хочет дальше так же строить отношения, у него ничего не получится. Я ему служу, но я не позволяю близких отношений. Почему? Потому что мои близкие отношения дорого стоят. Это настоящее отношение. Это не дешевое отношение. И он говорит, ну я тебя тогда совсем брошу. А все, что происходит в моей жизни, оно не зависит от этого человека. Он думает, что он сейчас может управлять моей судьбой. Нет. Моей судьбой управляет Бог. И святость, с которой я служу. Я говорю, поступай, как считаешь, что нужно. И он при таких словах бросить не сможет. Почему? А потому что нет у него такой силы. А если сможет, значит дурак совсем. До свидания. Видите, любовь дает возможность жить по-человечески. Вот почему я так, в таком стрессе нахожусь, мне изменили. А потому что любви-то не было никакой. Поэтому наказание такое, жестокое. Господь скрывает карты всегда. Рано или поздно перед всеми вскроют. Вот наказание жестокое. Вот тебе изменили. Почему? А потому что любви-то никакой не было. Если бы была любовь, тогда бы никто не изменил. Любви не изменяет. Любви невозможно изменить. Любовь стоит сильнее, любовь сильнее жизни человека. Если человек любит что-то, он дает свою жизнь смело. Вот поэтому люди бросались там над зодом и так далее. Если человек любит, он смело отдает свою жизнь. У него нет проблем с жизнью. Потому что мы вечную природу имеем. Человек никогда не умирает. Так, любовь не может быть поправлена, потому что это невозможно. Мы не можем поправить настоящую любовь. Никто не может изменить тому, кто его по-настоящему любит. Но если нам изменили, значит, любви-то не было, моих хороших. Потому что любовь, она проникает сквозь все грехи. Эта сила духовную природу имеет. Духовная природа не может с грехами контактировать. Она проникает сквозь грехи, попадает в самое сердце, и в сердце возникает благодарность. И эта благодарность говорит, я не буду тебе изменять, хоть мне и хочется. Не может благодарность изменять, понимаете? Не может она изменять. Потому что изменил близкий человек, ничего страшного. Это стадия нашего развития, наших отношений. По факту мы все изменяем друг друга. Вот смотрите, если брать вот факт, вот мы наслаждаемся, да если человек наслаждается своей женой, он вышел на улицу, идет солдат по улице. И от улыбок девичьих вся улица светла. Но в Жене он не среагирует. Поднимите руку, кто не солдат, кто не среагирует. Но все реагируют, когда девушки, они все красивые, на них невозможно не реагировать. Смотришь на девушку, она красивая. Реакция будет? Будет. Но если ты любишь жену, уже по-настоящему любишь, будет реакция, но она тебя не тронет. А если ты не любишь жену, по-настоящему, и ты не балдеешь, не наслаждаешься, то у тебя что произойдет внутри? Ты наслаждаешься со своей женой. Ты видишь девушку какую-то, летящей походкой. Вот. И что происходит? Ты сравниваешь, кто будет наслаждать меня больше. Шлюпита нет никакой. Есть просто игра женской энергии. Я просто ее эксплуатирую. Я эксплуатирую эту, а какую можно поэксплуатировать покачественнее, чтобы больше балдежа было? О, эту можно покачественнее. Я не изменил жене. Я просто посмотрел. Но так как любви нет, в этом взгляде произошла измена. Потому что подмена произошла. То есть я вроде бы люблю-то свою жену, а вот с этой мне захотелось больше. Но я не пошел к ней. Я пошел назад к жене. Но измена-то произошла. И так она происходит часто у нас в нашей жизни. Почему? Потому что любви-то никакой нет. Поэтому что беспокоиться-то сейчас? Что беспокоиться об этой измене, если она часто происходит, ну и все, и все нормально. Вот и наш уровень развития. Понимаете, у нас нет никакой любви. Вы хоть любовь-то видели хоть раз настоящую? В Священных Писаниях говорится, что если ты хочешь любовь посмотреть, посмотри на отношения между двумя возвышенными людьми. Посмотри на их отношения друг с другом, и ты увидишь любовь. Когда ты увидишь настоящую любовь, у тебя не будет уже никаких проблем в жизни. Чтобы понять, как жить, для чего жить, и у тебя так же не будет проблем с тем, что ты имеешь. Да если ты понял, что ты в первом классе, зачем тебе думать о том, что у тебя должен быть диплом там, врача там или что-то. Ты в первом классе проходишь, ну живи в первом классе. Ну изменил мне муж, ну у нас первый класс просто. Ну выпил, ну первый класс, положила там, помыла, спать положил. Первый класс. Как перейти во второй? Сейчас объясним. Смотрите, все очень просто. Сейчас мы изучаем с вами самое главное. Будьте теперь очень внимательны. Пространство сердца человека, это не анатомическое там сердце, а пространство, душевное пространство сердца, оно так устроено, что по закону высших сил, по высшему закону, в этом пространстве живут все наши близкие люди. Хотим мы этого или нет, они связаны с нами. Поэтому смотрите, когда сыну плохо, допустим, близкий человек, когда что-то с близким человеком происходит, то у меня сердце реагирует, оно волнуется. Так? Чувствовали это в жизни? Тревога наступает, такое тяжело становится. Что-то такое. Есть разные реакции у людей. Одни люди просто сцепенеют вот так вот, они в ступор входят, а другие знают, что в этом случае делать. они обращаются к источнику, к солнцу, да, к источнику света, к источнику любви и начинают совершать свои отношения. Я хочу жить только для тебя. Пожалуйста, дай невозможность общаться с тобой, высшая истина, там, Господь. Пожалуйста, защити мою любовь, защити мои отношения, защити моих близких. Дай нам возможность развиваться. Мы еще, мы еще не доразвиты, чтобы попадать в такую ситуацию, в которой будет такой экзамен. Мы не готовы терять друг друга, не готовы. Пожалуйста, развей нас, делай нас такими, чтобы мы были готовы. Научи нас высшей любви, чтобы мы чувствовали вечное отношение, не боялись разлуки. Вот такой должна быть молитва. И будет отклик, и будет защита, придет в результате. Какая защита придет? Насколько было служение Выше Истины, настолько будет защита. Не надо думать, что она вот слабенькая приходит. Она может и очень сильной прийти, в зависимости от того, насколько мы туда сил вкладываем. Но мы силы-то не туда вкладываем. Пришла ситуация тяжелая, куда мы силы вкладываем? Начинаем плакать, трястись, бояться, думать об опасности. То есть мы смотрим удаву в рот. И квакаем туда, прыгаем потихоньку. Вместо того, чтобы прыгать туда, где защита, мы прыгаем в удаву в рот. Чем больше о ситуации думаем, тем больше мы с ней общаемся, в нее погружаемся. Потому что ситуация всегда сильнее человека. Поэтому, когда женщина думает о том, что муж ей изменил, она на что настраивается, на какие силы? Она деструктивная. Почему она так думает? Потому что она осквернилась ситуацией. Понимаете? И осквернилась ситуацией. Душа душей не изменяет. Просто есть глупая душа, которая не знает, как любить, а есть разумная, которая знает. Но если ты знаешь, как любить, тогда люби. Любовь означает прощение. Попробуй простить этому человеку. Вот он изменил, перед тобой стоит. Попробуй простить, если ты умеешь любить. Не прощается. Так в чем такая любовь твоя заключается? Ты его не любишь точно так же, как он тебя не любит. Тогда что ты от него хочешь? Мы в первом классе. Чтобы быть во втором, надо понять, что такое внутренняя жизнь. Вот это пространство внутреннее. Там все родственники живут. Поэтому тебе и плохо, что он изменил. Но это пространство родственники не защищают. Там есть в этом пространстве сердце тот, кто воистину им обладает. И нам очень трудно признаться себе в этом, потому что это тайна-тайна. Нам очень трудно и честно сказать себе, что-то мешает, что есть личность, которая обладает, по праву обладает этим пространством. Как определить эту личность? Кто она такая? Очень просто. Надо пойти к святому человеку и посмотреть на ему глаза. Когда ты увидишь в его глазах то, что тебе больше всего дорого в жизни, чистоту, веру, красоту человеческую, глубину, любовь, тогда ты поймешь, что ты увидел отражение в этих глазах того, кто там хозяин. В области твоих родственных отношений, в глубине твоего сердца есть хозяин. Этот хозяин под разными, в разных верах называются. Но это одна и та же личность. Понимаете? Одна и та же личность. Трудно это понять, но это факт. Потому что, если бы этого не было, не было бы святости тогда. Не было бы духовных подвигов, всего бы этого не было. Мы не изучаем эти вопросы, поэтому и не знаем ничего об этом. Мы не знаем, почему в Святой Матроне очередь постоянно стоит. Вот почему? Вот сколько бы вы ни приехали, всегда туда очередь. Почему? Потому что есть отклик, есть связь, есть результат. Мне достаточно просто на изображение посмотреть, спросить что-то, и я получаю ответ немедленно. Значит, поэтому люди стоят, они дураки, они не дураки, и религия не опием для народа. Это способ, правильный способ жить, который мы забыли, к сожалению, из-за своей необразованности. Мы думаем, что деньги главное, что успех, вот этот финансовый, экономический, это успех, что нам дает? Просто возможность жить. Вот все, к чему мы стремимся, мы просто поддерживаем свою возможность жить. Все, к чему мы стремимся сейчас, это даст нам просто не умереть с голоду, иметь дом, там, деньги, дом, еда. Это просто элементарная возможность жить. Точно такая же возможность, которую себе имеют кролики обычные, которые роют норки, там, суслики, комячки, которые копят, тоже богатые люди, уважаемые. Они такие, ну, выглядит точно так вот. Поддерживают даже щечки, что ли, тяжелые. Вот. Ну, то же самое. Это все то же самое, это просто поддерживает жизнь. Но жизнь человека, она для других вещей предназначена, потому что мы же не кролики. У нас же не со солнца, сновидениями, у нас пробуждающиеся знания, господа. Пробуждающиеся сознания, это значит, что мы догадываемся, что есть любовь. Догадываемся уже, что есть настоящая любовь. Просто мы не знаем, что это такое, поэтому мы с ней немножко по-другому отношения строим. Такие, какие отношения? Вернулась танго, 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 а ты ушла. Ну, отношения такие строим, значит, любовью. Наслаждаемся ей просто. Ты забыла все, что было. Вот. Но любовь, она не уходит никуда. Она вечная, понимаете? Если ты святого человека полюбил, он никуда не идет от тебя. Как он идет? Вот здесь он, вот там, а ты дышишь этой любовью, живешь ей. Не нет разлуки, настоящей любви. Есть связь. И тогда ты спокойно относишься к близкому человеку. Мы в первом классе, мы только учимся любить. Есть ли любовь между мужчиной и женщиной? Конечно, есть. Одна душа может любить другую, сто процентов. Только мы еще не развили. Надо просто этим заниматься. Надо жить. Жить означает учиться служить, учиться верить, учиться видеть по-настоящему близкого человека. Это смелая жизнь. Смелая, потому что он живет для других целей, твой близкий человек. Он этого не понимает. Ну, ничего страшного, ты учись понимать. Он тоже поймет потом. Любовь рождает знания. Вот если вы сейчас встретите, просто мы не достойны этого. Ну, вот давай теоретически просто разберем вопрос. Возьмем просто. Мы сейчас видим перед собой человека, наполненного силой любви, допустим. Я, допустим, смотрю, вижу я рассвет. Ну, то есть вижу святого человека перед собой. Что от этого взгляда возникает в моем сердце? Знаете, почему люди к Серафиму Саровскому ходили? Целая очередь была просто посмотреть на его лицо, потому что он не разговаривал. У него был обед молчания. Он стоял на камне, молчал. Почему люди-то ходили посмотреть? Как вы думаете? В чем причина? Какие у вас догадки? Какие варианты? Что человеку нужно больше всего в жизни? Ему нужно знать, как жить больше всего в жизни. нужно знать, как жить. Когда люди смотрели на Серафиму Саровского, сияющего человека, который знает, как жить, в сердце рождалось знание, что делать. Вот человек посмотрел, и лично ему в сердце появлялось знание, что мне теперь в жизни делать. Он четко знал об этом теперь, в этот момент. У него появлялось четкое представление, как дальше жить. все. Для этого люди ходили туда. Потому что контакт с такой силой чистой рождает необычное чувство, знание приходит в сердце. Сердце становится презвым, чистым, спокойным и наполняется вот этим счастьем знаний. И все. Дальше все уже проще. Если знание появилось, то дальше будут поступки. Человек, если знает, то что он не начнет действовать, будет действовать. Почему он не действует? Почему я рано утром не встаю в зарядку делать? Почему я не встаю рано утром? Я не знаю, что надо вставать рано утром. Хотите, я вас научу рано утром встать? Вот для того, что некоторые думают, что для того, чтобы рано утром вставать, надо человеку прочитать много доводов. Вот там, с точки зрения там, ну это, это, надо рано вставать, потому что так. Хотите, я сейчас очень просто вас научу. Этот способ называется протягши. Что такое протягши? Это непосредственное восприятие. Вот я, допустим, знаю этот вкус раннего вставания. Утро – это самое главное время в жизни. Веды говорят, смотрите, я сейчас передаю вам это знание, и вам захочется рано вставать. А может, не захочется, вы экспериментируете. Смотрите, веды говорят, что раннее вставание, утро, утро – это самое главное время в жизни. Потому что каждый день – это экзамен. И когда мы рано встаем, утро осознанно, это значит, мы осознанно рождаем. Утро утро олицетворяет рождение в следующей жизни, день олицетворяет зрелость в следующей жизни, а смерть олицетворяет старость в следующей жизни. У старости вечер, я снялся, перепелся, утро олицетворяет рождение, день олицетворяет зрелость, вечер олицетворяет старость. Что для нас самое важное? Рождение, мой хорошее. Сейчас объясню, почему. Потому что, если ты с хвостиком родился, ждать перемен уже сложно. Придется побегать, как бы с хвостиком, повелять. А потом уже будут перемены, может быть, в следующей жизни. Если у тебя вкус к счастью, будет соответствовать тому, чтобы родиться не с хвостиком. Вот теперь вопрос, а кто не с хвостиком-то рождается? Кто рождается в человеческой форме жизни? Есть только одна причина. Давайте мы и разберем эту причину. Вот смотрите. Сексом удобно в человеческой форме заниматься? Ну, не очень. Не очень, сейчас объясню, почему. Потому что есть и поудобнее вариант. Обезьяна, например, может пять часов в день сексом заниматься без половых расстройств. Не очень нормально, она там с криками, с визгами. Поэтому в Америке начали пересаживать половые органы обезьяни. Это люди. Хороший результат достигли. Только они заметили, что как бы вот люди, которые с такими органами ходят, у них почему-то появляются определенные эмоции. Ну, то есть, определенное настроение, меняется настроение в сознании. Соответствует органам настроения. Медведь спит лучше, чем мы в сто раз. Он может спать полгода, вообще без проблем. Кто полгода может поспать, понимаете ли? Мало вероятно, что кто-то может здесь в человеческом теме. А кто может есть, весь день кушать, а ночью пережевывать? Представляете, какое удовольствие? Корова, когда куст, она балдеет такая, стоит балдеет. Она же ее отживет, и ночью пережевывает продолжать. А свинья вообще супер. Она может кушать даже из упражнений, глаза такие, когда, видели, как свинья кушает, нет? Нет, вообще, у них глаза такие, как два стекляшки такие балдеющие. Людь кушает в таком, человек так не может есть. Посмотрите, человек, когда ест в глаза. Ну, наслаждается, ну, как свинья, вообще никаких шансов. Наслаждаться, когда она ест, ну, никаких шансов. Потому что человеческое тело не для этого предназначено. Мы не можем так сексом заниматься, как животные. Ну, допустим, ты думаешь, что ты для рекордов рожден в беге, допустим. Но все равно ты как ангело погнув не пробежишь. Вообще без проблем. Десятки раз быстрее даже простая собачка тебя обгонит. Чего тогда париться? Может, ты не для этого в человеческом теле родился? Или, допустим, самая высокая мечта. Это высота. Хорошо, летим. Ну, как орел, ты не полетаешь никогда. Он как? Он может вообще расслабиться. Полетел, полетел. Раз опять полетел. А то он может вообще просто полететь. Ну, нет проблем вообще. Он наслаждается вот этим полетом. Или дельфин, как в воде. Мы не можем так жизнью наслаждаться, как в животном теле. Животное тело предназначено для наслаждения жизнью. Если вы хотите наслаждаться жизнью, рождайтесь в животных телах. Так сказал один святой человек, аудиторию веды преподавал. Един человек сказал, а я хочу, он подстал такой и сказал, а я хочу кошечкой родиться. Святому человеку. И он такую руку поднял, он ему говорит, татастку. Татастку означает, да будет так. Хочешь кошечкой, нет проблем. Но если ты хочешь в человеческой форме жизни жить, тогда пойми, для чего людьми рождаются. Мы в этом теле рождаем. Это редкий шанс. Рождение в человеческой теле, редчайший шанс. Шанс предназначена для того, чтобы понять себя как вечного и способного чисто любить. Первая причина рождения в человеческом теле. Вторая причина – это понять, что я не один, что есть высшее существо, которое может мою любовь поглотить, вечно поглотить и вечно существовать во мной, со мной в этих отношениях. И третья причина, почему мы здесь родились – это понять, кто это существо, личность или нет. Вот главная причина рождения в человеческом теле. А мы чем занимаемся здесь? «Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день, постричалась с колюшкой на своей огуршке. Ах, мамочка, зачем?» Ну, то есть, а мы просто живем, наслаждаемся жизнью. Это называется пробуждающееся сознание. Мы уже знаем, что мы люди, мы не животные. Мы еще не знаем, зачем нам эта жизнь человеческая нужна. Пробудившееся сознание, когда человек узнает, когда у него глаза открываются, и он думает, «Ах, так вот и какое северное лето!» Узнает, что он в человеческое тело попал. Вот для чего моя жизнь нужна. Чудо происходит. У него же сердце чудо происходит. И он по-другому на весь мир начинает смотреть. Он едет в метро, смотрит на всех и видит, что они не понимают, зачем нужна жизнь. Я понимаю. В другую реальность ходит такую. Там вечность есть в этой реальность, развитие, любовь настоящая и так далее. Есть еще бодрое сознание. Бодрое сознание означает, что человек чувствует себя душой, вечной душой, и он знает, как строить отношения с этим объектом любви. И когда человек чувствует себя бодрой душой, знание твердо существует в его сердце. он точно знает, как жить и что делать. Мы должны к этому стремиться. Понимаете, вот часто люди думают, вот я проводил консультацию, вот я сейчас вам обратную связь дам. Я хотел обратной связи. Я проводил консультацию, проконсультировал человека разок на фестивале. Ну, а следующий день встречаю его. Я говорю, я тебе сказал. Я говорю, ты будешь так же? Он говорит, вы знаете, вот я вчера, когда вы сказали, Олег Геннадьевич, я вот был настроен так сделать в своей жизни, как вы сказали, а сегодня я уже сомневаюсь. Я подумал, а зачем тогда я вот этим занимаюсь? Зачем тогда я ему пытаюсь объяснить, что ему делать? Знание-то все равно из сердца приходит. Если человек в сердце своем не понял, как ему жить, кто ему поможет? Допустим, я сказал, ну, не бросай своего мужа, не бросай, снег в башка попадет. Изменяет он тебе, не бросай ты его. Дурак он, не знает, как жить, промахнулся, оступился. Вылечи его своей любовью. Я растоплю кусочек льда, сердцем сварим и горячим. Ну, растопи кусочек льда, ну, пусть он раскается, встанет перед тобой на колени, начните новую жизнь. Начни сначала, пусть не везет подчас. Почему бы тебе это не сделать? Да нет любви у тебя в твоем сердце. Нет, поэтому ты не можешь это сделать. Если бы была любовь, ты бы сделал это. Почему ради близкого, чтобы ты с ним столько прожил, есть дети вместе? Почему бы не сделать для него это? Что тебе мешает? Да нет у тебя любви. Вот скажи тебе честно, нет у меня любви. У меня есть разочарование, стресс. У меня есть чувство, что я оброшенная. Я только о себе думаю. А любви нет. Ну, и ничего страшного. Это первый класс. Часшколи, часшколи, часшколи. Вот читать и умножать. И мужей не обижать. Часшколи, часшколи, часшколи. Понимаете? То есть мы учимся просто. Мы здесь учимся. Но эта жизнь для учебы предназначена. Поэтому все нормально, ничего страшного. Сын наркоман, ничего страшного. Учимся. Он же вечный. Сын вечный или нет? Вот если ты его сейчас начнешь любить, он меньше будет наркоманом. Почему он наркоман? Потому что он не знает, как жить. Знания приходят от любви. Начни сейчас молиться Богу. Начни святому человеку служить в своем сердце. Начни сейчас в дом. Вот это пространство, о котором мы говорим. Оно общее. Пространство находится в глубине сердца. Ты когда начинаешь служить объекту этого пространства, корень дерева, когда начинаешь поливать, все веточки сразу распускаются, листочки распускаются. Или надо каждый листочек поливать. Что правильнее? Надо корень поливать. Есть в сердце корень. Корень – это Господь. Корень ближе всего. Ствол. Ствол – это святой человек. Начни хотя бы ствол поливать, если ты до корня еще не добрался. Ты не видишь корень в земле глубоко. Не можно. Ну, хотя бы ствол начни поливать. Вода придет к корню, потому что ствол связан с корнем прямо. Не как-то посвенно, а прямо. Точно так же человек, который начинает изучать святость, священное писание, начинает изучать святых людей, кто такие. Мы не знаем, кто такие. Надо изучить. Я говорю, да нет, все те храги, аля, гадать. Ну, давай разберемся тогда, есть или нет. Изучай. Ты изучал этот вопрос? Я вот изучал. Я знаю, что есть. Я видел даже, как они тело оставляют. Я знаю, что есть. Я видел даже, как они тело оставляют. С улыбкой на лице. Изучи, пойми, что есть такие люди. И поймешь, что есть Бог. Тогда очень легко будет через ствол корень узнать. Есть в сердце корень. Полей хоть один раз корень. Корень поймешь, всем сразу легче станет родственникам. Жизнь станет проще. Вот сейчас вы после лекции домой придете, у вас отношения лучше будут. Потому что мы о корне говорили сегодня. Мы его поливали. Называется духовная практика. У вас легче, вам придете, у вас облегчение надо. Вам легче стало? Ну, я уже. Стало уже все. Корень поливается и становится легче. Понимаете? В этом простая философия. Ну, то есть, он по-разному поливается. Можно просто людям помогать. Это тоже поливание корня. Потому что у них Бог в сердце живет. Можно деревца поливать. Можно собачек кормить. Птичек кормить. По-разному можно корень. Но есть разные практики, понимаете, направлены на корень дерева. Но, если мы изучаем его природу, это самая лучшая практика. Поэтому лучше изучать, что такое святость. Это самый верный и быстрый путь достижения того, чтобы всем стало хорошо вокруг. Потому что хорошо становится тем, кто обретает знания. Если близкий человек в результате того, что ты начинаешь дома служить Богу, что с квартирой становится, мой хороший? Как вы думаете? Вы хоть раз видели комнату, где Богу поклоняются? Вы сможете там плюнуть на пол? Сможете, нет? Что-то мешает, да? Какая-то сила мешает. А если вы бомжа от них заходите? Плюнуть на пол сможете? Очень сложно не плюнуть, да? Так вот, когда человек начинает правильно жить в своем доме, то никто не может там жить. Нет. Ну, они могут жить, как жили. Но в сердце будет протест. Когда человек начинает сам жить правильно, то все близкие, они сами еще того не знают. У них в сердце начинает меняться. Торенные изменения внутри происходят. И эти изменения происходят медленно, потому что много жизней подряд мы копили не то в своем сердце. И когда человек то начинает делать, то все остальные тоже меняются вокруг. Но эти перемены происходят с разной скоростью. Вот у меня мама начала молиться Богу только после 15 лет моей духовной практики. А папа уже почти спился, но в конце жизни почему-то начал говорить, я прожил свою жизнь как свинья. И это значит, что все нормально, значит, следующая жизнь будет другой. Потому что цель человеческой жизни — это понять, как жить. Если ты понял, значит, дальше будешь жить в соответствии с этим пониманием. То, что человек бы не понял в своей жизни, все это переходит с ним в следующую жизнь. Веда говорит, что тонкое тело является телом желаний. К чему бы человек ни стремился в своей жизни, он, как аромат цветка, переносится воздухом, так и человеческое понимание жизни переносится из одного тела в другое. Если я хотел быть директором банка, значит, буду хотеть... Не то, что я стану директором банка, для этого надо много чести накопить, много добрых дел. Я буду хотеть директором банка быть в следующей жизни. Вот что будет у меня в следующей жизни. А если жил свиньей, останешься свиньей... Высоцкий, помните, пьем? Хорошую религию придумали тусы, когда она в конце не умирает, что совсем... Ну, он по-русски пел для русских людей. А если жил, как дерево, родишься бабом. Если жил свиньей, останешься свиньей. Это правда. Вот смотрите, перемены происходят же. Вот смотрите, некоторые думают, что прогресс в человеческой жизни происходит таким образом. От обезьяны к человеку, да? А я вижу другое. Вот у меня, допустим, есть одноклассники, вот у меня, допустим, есть одноклассники, которые в юности выглядели, я на них просто молился. Они были такие красивые, такие талантливые ребята. А сейчас я смотрю, они как обезьяны выглядят. Спившиеся люди такие, такие бомжи такие, знаете, в Тольятти приезжают, смотрю, Саша, это ты? Это Олег, ты, да? Страшно. Но как бы он к обезьяне движется, похоже, а нет, обезьяна. Видите, он был красивым, потом хуже, хуже, хуже. Кем он в следующей жизни будет? Понятно, кем. Уже не человеком. К сожалению. Поймите такую вещь, что может по-разному развитие, идти туда и сюда, но идея-то в чем заключается? В том, что мы идем, живем ради идеи. Вот какую идею поставил в своей жизни, такая будет твоя жизнь. Поставь духовную идею, поставь любовь в самой главной в центре, перейми ее у того, кто ее знает. Человек может идею только перенять, он не может сам культивировать. Ему надо ее услышать, кого-то, и она передается таким образом. Увидь святого человека, начни сделать для него хоть что-то. Ты для него сделаешь что-то, от него откликнется. Откликнется, тебе в сердце попадет, все, жизнь ута лазит. Верность, это не с одной стороны, это просто поведение. Если у нас нет любви, мы просто ведем себя так, как Богу угодно, просто живем по его закону. Нет любви у меня в сердце, но я знаю, что надо уважать близкого человека, и я его просто уважаю, как могу. Бог откликнется, даст знание, как уважать. Я просто не изменяю. Почему? Потому что я знаю, что это опасно. Мне объяснили здесь популярно, возникают нижние связи на нижних центрах, крыша съезжает, жизненная нить уходит в другую сторону, человек себя теряет. Опасно. А если уже было, то раскаиваюсь. Когда человек раскаивается, что такое раскаяние? Это не то, что... А я раскаялся. Раскаяние – это непрерывный процесс. Вот это постоянный процесс. А я раскаиваюсь, и раскаиваюсь, и хочу раскаиваться, и дальше раскаиваюсь, и завтра раскаиваюсь, и послезавтра раскаиваюсь. А в какой-то момент в сердце благодать наступает, потому что уже раскаивается. Потому что Бог тебе говорит – молодец. Молодец, что ты так настроен. И сразу в сердце благодать наступаешь, ты говоришь – а я раскаиваюсь, а уже не раскаивается, потому что все хорошо. Ты уже понял, что так нельзя жить. И тебе дальше об этом думать уже не обязательно. Живи как правильно, как ты уже понял. И все, раскаяние закончилось. А раскаяние – это важная штука, между прочим. Важная. Человек должен это стезо в своем сердце совершать для того, чтобы правильное отношение потом строить. Невозможно правильное отношение без глубокого вот этого чувства, в котором ты как бы себя мучаешь, сам себе наказание делаешь. Значит, судьба накажет. Как она наказывает? Дальнейшими поступками. Раз изменил – тебя тянет. Манит, манит, манит карусель путешествие по замкнутому кругу. Манит она. То есть ты совершил этот поступок? Дальше пошла эта карусель работать. А ты, если расскажешь, расскажешь, ты рубишь в своем сердце эту карусель. Она уже не может тебя манить, потому что ты сам себе наказание придумал. Все. Итак, чувство защиты, уважение, верность, искренность – таковы стадии развития отношений в семье настоящих. Но это не дешевые штуки. Для того, чтобы такие отношения развивались, тебе надо соблюдать в жизни, в семье законы Бога. Ты не можешь просто так там жить, как хочешь. Тебе надо жить правильно, как надо. Любовь развивается только там, где есть правила. Если люди думают, что они могут жить по своим правилам, как хотят. Эти правила, они созданы. Правила настоящие дают любви возможность жить. Любовь всегда живет только по правилам. Если ты хочешь со святым, а человеком отношения строить, ты не можешь к нему пойти и сказать «Привет!» Тебе придется ему поклониться. Это правило. Потому что ты ниже, он выше. Поставь себя правильно по отношению к нему, получишь правильный результат. Если ты не хочешь правила соблюдать, не будет результата. Любовь ставит нас сначала в рамки для того, чтобы дать нам свободу. Свобода будет тогда, когда ты будешь знать, как себя вести. Любовь – это не дешевая вещь, и надо знать, как себя вести в настоящей любви. И поэтому есть определенные законы. Первый закон. Если ты понял уже, что никакой любви нет, но ты хочешь ее развить, у тебя есть семья, у тебя есть близкие люди, и ты знаешь, что они все Богом даны тебе, как близкие, а не просто потому, что ты так захотел. Почему люди в сердце так входят? Вот почему ребенок прошел в сердце мое, и ничего не могу с этим делать? Я могу его вытащить из сердца оттуда? Опа! Пошел из сердца вон. Могу? Нет. Нет, он там будет жить все равно. Это мой ребенок. Почему? Потому что Богом даны. Потому что с прошлой жизни тебе положено, что этот человек должен стать твоим ребенком. Почему вот эта женщина стала твоей женой? Богом тебе дана. Потому что так положено. Бог дает нам вот это вот окружение сердца. Это его деятельность. Он дает людей нам для того, чтобы мы жили по его законам. Он, эти люди являются и наказающими нас, и поощряющими. Они находятся ближе всего. Мы не можем это выбирать. У нас нет свободы выбора в этом во всем. Если мы выбираем, что мы делаем, кусок сердца отрываем и думаем, что мы без этого куска лучше произведем. Вот этот кусок сердца палит. Ну давай его отрежем. Хирургический метод, да? Сердце стало искалеченным. Восстановить можно, но когда Бог простит тебя и даст опять туда кого-то, уже осторожно. Почему? Потому что он будет бояться, что ты опять удалишь. Не свое. Он будет бояться, что ты опять удалишь. Не свое. Не мы получили человека, родственника и нам удалять. А я нашла себе сама. Ну иди тогда найди в Москве 100 рублей. Иди вот сейчас прямо и найди. По Москве иди ищи 100 рублей. Фиг найдешь. Как же ты тогда нашла себе человека сама? Пришло время, Бог дал. Если выдвала из своей жизни, значит долгое время не будет, он будет тебе наказать. Потом может быть даст, ну даст конечно опять. Когда ему даст, но будет уже сомневаться в тебе. Этот человек не будет таким близким, он будет все время сомневаться, что ты его бросишь. Почему? Потому что Бог сомневается в тебе и человек сомневается. А хочешь близких отношений? Поливай корень дерева, начни для Бога жизнь. Знания придет, в сердце как жить, начнешь правильное отношение с людьми строить тогда. Такая система. Нет другой системы. Но эта система не жестокая, она хорошая. Там есть чистота, святость, любовь, красота, много счастья. Но просто мы ни к тому побежали. Мы очень в внешней жизни много живем. Мы приходим домой, включаем телевизор. Что мы там видим? Игру просто. Игру ради денег. То есть люди они все это делают только для того, чтобы заработать на нас. Понимаете? А мы как дураки это все смотрим. Но нет там никакой истинности. Нет там того, чего мы ждем. Мы ждем чистоты. Тогда не надо смотреть туда. Смотри сюда. Там чистота. Сядь на иконку, помолись пять минут. Это лучше будет, чем телевизор смотреть. А если телевизор смотришь, ну смотри остров, допустим, внешняя жизнь, вот эта развлекаловка, там компьютерные игры, телевизор, голопопный интернет, это все просто прожигание жизни. Оно не дает счастья. Это просто потому мы делаем, что мы не знаем, что счастье даем. Включайте лекции, включайте духовную музыку, ищите настоящего в жизни, чтобы сердце радовалось, кипело от счастья и знаний. Когда настоящее счастье в сердце, и Бог когда появляется в отношениях, сразу знания приходят в жизни, сразу ты узнаешь, что есть, что, не будет никаких сомнений. Мне попросили сделать объявление, вот это Ирина Медведевна, которая помогает мне строить лекции, ей очень благодарен, хорошая девушка, и она приглашает также других ребят хороших, вот у меня как-то один паренек ко мне приехал такой рыженький несколько лет назад, и он сильно хотел учиться, он жил как монарх, так изучал все, потом я обнаружил, что он очень мудрый человек, и он начал читать лекции, его зовут Евгений Койнов, он прочитает два семинара, 21 октября могущество звука, очень не пожалеете, если с ним пообщаетесь, с 21 по 24 октября тренинг «Раскрытие голоса», вот, вот он психолог у нас, практикующий тренер и так далее, но я от меня позыв такой, он очень хороший член, просто придите как бы пообщайтесь с ним, будет интересно, приятно, вот, 29 декабря будет следующий вечер без доктора Карсунова, ну да, то есть в предыдущем вечер, новогодний вечер с доктором Тарсуновым был в прошлом году, без доктора Тарсунова, я с утра был в этом, как Масонский пел, а на позадку скучно, там все, он соприглашал, я целый день пытался прилететь, и на час так успел на этот концерт прилететь, в конце стремился к людям, которые ко мне пришли, у нас была рудьба в разлуке, вот, но я надеюсь, что я приеду, вы благословите меня, что вы тут, у нас 29 декабря будет опять концерт, приходите, если вы хотите, вот, Новый год начать по-новому, мы будем благословлять друг друга, здесь давать шарики пускать там всякие с этими благословениями, видите, 12-й год у нас хороший, да, те, кто были на концертах, это у меня очень хороший, у кого хороший, поднимите, вот, у меня просто супер 12-й год, почему, я просто всех благословлял, меня все благословляли, вот, пожалуйста, результат, вот, приходите, по-настоящему, попробуем, вот, время провести, как надо, праздники должны быть в жизни, обязательно, 8-9 февраля в Москве 30 лекций тренинг одного удивительного человека, его зовут Олег Гадетский, прочитает сценарь «Одиночество в толпе, где я настоящий», немножко об этом человеке, этот человек, знаете, чем уникален? Я увидел человека, который реально трансформировал ведическое знание в настоящую психологию, какая она должна быть, то есть, он мне дал поверить в психологию, я увидел, что есть психология, я поверил в психологию через его эту личность удивительную, это светлый человек совершенно, потрясающий, пожалуйста, приходите, посмотрите на настоящий психолог, такого числа, 8-9 февраля, вот, есть один удивительный человек, очень скромный, но удивительный ученый ведический, он написал книгу «Вечные ответы», Адриан Крупчанский, вот, я узнаю, как просто Адриан, фамилию не выгодна, купить можно, проехать, книжка очень хорошая, она просто объясняет, что делать, как жить, простыми примерами, такие, можно в метро почитать, вот, и еще, извините, что я это делаю, но это надо, надо, потому что это важно, вот здесь есть благотворительная организация, когда все из Крымска уехали, уже там никого не было, эти ребятки просто приезжали и до сих пор приезжают, и потом они пищи раздают тем людям, которым негде жить, и они это делают не потому, чтобы прославиться, а просто это их жизнь, они так хотят жить, то есть организация пищи жизни, она реально кормит нищих, кормит людей, помогает, ну то есть, если хотите голодным пожертвовать, вот жертвуйте в этой организации, и будет такой результат, вот, здесь не написано, а есть написано, я хочу вам сказать, что мое сердце лежит рядом, ну, как бы находится в поклоне, в глубоком, перед одним человеком, которого зовут как? Жданов, то есть, Владимир Георгиевич Жданов, этот человек поднял страну, поднимает страну для того, чтобы победить того врага, который действительно является врагом, на данный момент сегодня статистика такова, 400 тысяч человек, это небольшой населенный пункт, в год погибают от пьянства в нашей стране, это страшная сила, которая уничтожает всю нашу культуру, и Жданов говорит, причина такого уничтожения заключается в том, что мы признали, что в небольших дозах алкоголь полезен, ну, то есть, он открыто просто говорит об этой подмене, мы решили, что алкоголь в небольших дозах подменен, полезен, в результате, мы садимся на этого духа, то есть, дух садится на нас, мы живем с ним, и в какой-то момент он нас так, и нашу жизнь сливает, потому что, когда горе наступает, человек спивается, и все, а потом уже обратной дороги нет, как в фильме, понимаете, и так люди, многие люди деградируют в нашей стране, из-за того, что мы поверили в это вот счастье, счастье, бокала, вина, вот мы в это счастье поверили, результат печальный, страна просто деградирует, пять, Анищенко, Геннадий Анищенко, удивительный человек, настоящий государственный деятель, просто честно сказал, сейчас в нашей стране пять миллионов алкоголиков, это уже не маленький населённый пункт, это полмосквы, это страшно, понимаете, и мы должны этому помочь, и реды говорят, что знание спасает всё, просто Жданов, обычный человек, да, как это возможно, все, кто слушает его лекцию, бросают пить, кто слушает, бросают пить, возьмите его диски с его лекции, просто давайте дарите людям, когда-нибудь он попадёт туда, куда надо, под назначением, долго ждать не надо, реально просто послушайте, и вы увидите результат, то есть этот человек спасает страну один, он в целом молодёжное движение сейчас организовал, это удивительный человек, знаете его ближайший друг, кто, наставник Путина, да, удивительный человек, отец Тихона, удивительная личность, они друзья, и они вместе, это общее дело, вообще отец Тихона так хотел сделать, он начал, это всё, с него началось, жданных потом подхватили. И в Москве строится Центр Ведической Культуры, можно узнать об этом проекте, строительство Центра Ведической Культуры, пожертвовать на это, на всё как-то. Есть ещё молодёжный фестиваль Ведической Культуры, который состоится 20 октября, настоящий молодёжный праздник будет, без спиртного, без всего. Кто туда ходит, поднимите руку. Нравится? Я завтра там тоже буду. Завтра будет так. Называется Галока-фест. Теперь, где? Там в фойе всё можно узнать. Ваши вопрос по лекции. Как вставать утро? Утро меня не сказал. Простите. Собирается, а? Так, смотрите. Утро – это самое главное время в жизни. Встало 30 минут. Утро – это самое главное время в жизни. Все святые люди молятся по утрам. Почему? Потому что утром наступает равновесие между солнечной и лунной энергией. В это время психика спокойна. Человек реально осознаёт себя как Личность. Он здесь и сейчас находится. В это время ничего не хочется делать. Если вы будете там заниматься чем-то другим, просто заснёте. Утром можно только или спать, или молиться. Одно из двух. Если рано утром человек сел молиться, всё сердце, всё существо его откроется. Утреннее время самое важное время в жизни, потому что самые глубокие сердечные процессы проходят очень легко. Потому что психика сбалансирована у человека. И веды объясняют, что утро – это время счастья. Если вам в депрессии находится, счастья не хватает, счастья, надо настраиваться на счастье рано утром. Нас утром встречает прохладой, нас ветром встречает река кудрявая, что ж ты не рада, весёлому пению гудка. То есть идея в чём заключается? Это энергия счастья. Понимаете? встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше, только утро заиграет и ворот. Понимаете? Соловьи поются лево. Ну то есть это энергия счастья. Понимаете? Утренняя энергия – энергия счастья. Когда человек расстраивается на эту энергию, его жизнь становится счастливее. Я сейчас, те, кто хочет слышать, услышать, я сейчас вам сказал своё понимание, сердце своё, показал своё понимание утренней энергии. Утро энергия, утро благостное время, день страстный, вечер невежественный. Утро самое лучшее время в жизни. Если человек просто понял это, ему не надо себя заставлять вставать, ему захочется вставать, он поставит будильник в бутыльник, я не знаю, почему меня так порвалось, может кто-то меня загимнотизировал. какое-то влияние идёт со стороны. Вот. И я вот как вставал, когда у меня не было вкуса вот этого крайнего вставания. Знаете, как я вставал? Я такой поэтичный человек, и как я в будильник звенел, и у меня я такой, у меня такая песня, внутри. Вставай, проклятием заклемённый. Я себе пел. Ну, потому что я проклятием заклемённый, то есть я не могу вставать, это проклятие, когда ты не встаёшь утром. Это проклятие. потом я шёл, у меня такой, у меня суровый такой характер был, мол, я шёл такой, смотрел на себя в зеркало и думал, ну чё, мешок с испражнениями, когда жизнь в тебе проснётся и начал очистить зубы. Ну, то есть срово такой, я просто хотел счастья, меня сильно хотел счастья, я понимал, что рано не встаёшь не от счастья в жизни. Почему? Потому что есть законы. Этот мир, смотрите, как живёт, или человек по своим законам живёт в этом мире, как хочет, и тогда он мучается. Почему? Потому что он не понимает, что мир соткан из гармонии, которая предназначена сделать счастливыми. Смотрите, как всё интересно. Солнце соткано из энергии счастья, Луна соткана из энергии любви. Солнце побуждает нас в деятельности, мы должны сражаться за свою судьбу. Так, Солнце встаёт, это деятельность побуждающая сила. Мы хотим лежать в это время, да, но что-то нам не даёт уже. Когда ночью спишь спокойно, а утром такой вот каждый шорох мешает. Почему? Потому что солнце поднимает. Мы не встаём, мы сопротивляемся. Почему? Мы бунтари по природу. Ночью человек должен отдыхать. Ночь начинается с 10 часов вечера. По факту с 9. Но Ленин время отправил в декретный отпуск смехтил на час. Декрет о времени написал. И поэтому сейчас на территорию России на час позже. Получается в 10. В 10 надо ложиться спать. Почему? Потому что в это время Луна сильно влияет на психику и психика отдыхает под светом Луны. Луна может под разным углом идти по отношению к Земле. И поэтому иногда светлее бывает, иногда темнее. Но всё равно в 10 часов вечера Луна сильнее, чем Солнце. Луна это энергия предназначенная для сна и для любви. То есть ночью надо зачинать детей или спать одно из двух. Выбирайте там по графику что у вас. Вот. Или начинать детей или спать одно из двух. Ночь имеет женскую природу, день мужскую. Поэтому женщинам тяжелее вставать с постели, чем мужчинам. Это нормально. Но вставать всё равно надо до 6 утра стараться. И хотя бы в 6. Хотя бы в 7. Потому что в 7 это уже критический срок. После 7 нельзя вставать. Жизнь будет неудачной. Жизнь неудачной будет. А лучше вставать в 5, чтобы 2 часа помолиться до 7. Вот это время до 7 самое лучшее. А? Как ложиться раньше не получается. Тогда вставайте чуть позже. Но спать надо 7 часов где-то. 7 минимум. Иначе человек теряет продолжительность жизни и сокращается. Я вам сейчас скажу как надо раньше ложиться. надо понять ценность утреннего времени. Вот осознавайте эту ценность и Бог вам даст возможность раньше ложиться. Даст. Даст. Я знаю одного человека, который вообще ночью работал. И он по моей просьбе молился каждый день, чтобы Бог ему дал возможность ночью спать и днем утром молиться. Он реально год, за год достиг такой степени он просто плакал. У него очень мощная работа там. Молодежный клуб ночной такой хороший нравственный клуб молодежи ночной содержал. И все произошло. Его оттуда вытурили просто. Там раскол произошел и у него Бог дал лучше работу в 10 раз. Сейчас все надо. Это просто вопрос силы внутренней. Судьба не настолько скована, что ничего не меняется. Вот здесь люди мне очень сильно помогли. Они взяли и год назад где-то в это время осенью в октябре и заполнили анкеты, которые мы раздали, по которым мы сделали статистику по моим лекциям. Кто из вас заполнял эти анкеты? Я вам очень благодарен. Всем сердце вам благодарен. Почему? Потому что есть статистика пожалуйста. Вот например 13% людей слушая лекции меняют свою работу. Просто само собой находят новую работу. 13%. Серьезная статистика потому что после 850 человек эта статистика уже в расчете на больше 100 тысяч людей человек является абсолютно научным. то есть проверено учеными что если 850 человек статистики проходит то это значит на большие массы людей работает как абсолютная статистика. абсолютная статистика на лекции пришел 13% меняет работу. 36% улучшает свое отношение с женой с семьей 45% улучшает отношение со старшими 40% бросает пить половина тех кто курит бросает курить просто слушая лекции все классно? это вам спасибо вы мне все это дали знать я же об этом не знал сам ваше застыдно да? защиту защита приходит как награда вот когда человек верность испытывает защиты много когда он искренность испытывает еще больше а когда просто спокойно жить есть защита уже но ее очень мало как вы думаете почему люди идут расписываться? потому что они в такой жизни чувствуют защиту они это узнали от родителей понимаете они верят что семья защищает но люди сейчас в основном не верят что их семья защищает потому что они живут просто сожительством хотя это у нас называется очень возвышенным словом гражданский брат хотя на самом деле просто сожительство обычное ну да в законе тоже сожительство а мы называем это очень красиво можно медаль даже повезти почему люди так живут потому что они не верят что семья их защитит нет доказательств у них нет чувства защиты там почему нет чувства защиты потому что они не знают что есть любовь настоящая чем больше любви настоящей тем больше защиты если вы почувствуете настоящую дружбу почувствуете защиту хотя бы с одним человеком бескорыстное отношение полностью они возможны только в религиозной среде люди боятся религиозную среду думают что она их сделает фанатиками настоящая религиозная среда не делает человека фанатиком знаете что такое настоящая религиозная Это не сообщество религиозных людей, которые враждуют с другими религиозными сообществами. Это не религиозная среда. Это безграмотная среда, в которой люди думают, что они верят в Бога. Настоящая религиозная среда формируется вокруг святых людей. Вот есть святой человек, может быть, религиозная среда, и эта религиозная среда, в ней нет ненависти, злобы, зависти и нелюбви к кому-либо. В ней культивируется любовь, чистота и возвышенные чувства. Если человек живет в такой среде, хотя бы один человек рядом с ним есть такой, он будет настоящим другом. Но в такой среде, где есть святость, формируются настоящие стойкие, глубокие, искренние, счастливые отношения между людьми. Но в деловой среде такие отношения формируются. Это не значит, что деловая среда не нужна. Она нужна для того, чтобы жить, деньги зарабатывать. Но там, в ней, в деловой среде нет жизни. Она пустая, на нее не надо рассчитывать святость. Нет смысла думать, что там я найду самое лучшее, что мне можно взять. Вот здесь вы найдете самое лучшее. Вот вы сидите в след этого общества. Три часа вы слушали. Как бы слушать три часа. Это же очень силу, большую разуму на дыне. Вот. Я балабол просто. И вы меня слушали три часа. Это надо выточить цвету. Знакомьтесь друг с другом. Вы найдете здесь дружбу настоящую. Вот здесь вы найдете настоящих друзей. Не стесняйтесь, знакомьтесь. Здесь ваши друзья. То, как и люди, которые стремятся к знанию, достойны дружить по настоящим друг с другом. Потому что дружба, она не может на удовольствие быть основанной. Она может основываться только на вот этом движении вперед, вверх. Четкие вопросы. Ребина, скажите, вот с переходом и отменом времени в Москве, во сколько надо все-таки вставать? В Москве? До семи утра, для девушек. Ну, вы тогда герои, если вы с пяти до шести, вы героическая девушка. Но я вам одну вещь скажу, что у девушек это меняется. Героизм. Это нормально тоже. Нормально. То есть девушка иногда может воскресенье совершать, а иногда не может. Потому что женская психика так устроена. И это нормально. И поэтому девушка нуждается в мужчине. Она говорит, слушай, ты меня можешь завтра отнести в ванную? И так она работает над собой с помощью мужа. Он говорит, могу, но я сам потом спать все равно лягом. Нет проблем. Никто никому не должен завидовать в семье. Как сделать так, чтобы муж рано вставал? Первое, что нужно понять. Я хочу, чтобы он рано вставал, потому что я хочу наслаждаться жизнью с ним. Поэтому я не должна пытаться его куда-то вести, насилие совершать над ним. Я хочу, чтобы он был счастлив со мной. Поэтому он должен рано вставать, чтобы быть счастливым. Но я не смогу ему сейчас это объяснить, потому что я к нему корыстно настроена. Как определить, что я корыстно настроена? Я пытаюсь его заставить это сделать. Это корысть. Первое, что нужно победить в себе, это корысть. Это желание кого-то куда-то принуждать. Это первое. Второе, что надо понять, что человек находится под грузом кармы. И одному человеку легче плиту тянуть, а другому тяжелее. Поэтому если он не может это делать, значит, у него просто нет сил, ничего страшного. Не в этом главное. Главное, что я учусь любить. Когда ты корень дерева поливаешь, тогда все расцветает вокруг. Его судьба тоже расцветает. Не думай, что только твоя. Если ты хочешь ему помочь, просто молись святому человеку. Любовь не означает, что ты кого-то принуждаешь любить. Любовь означает в тишине, в одиночестве ты поливаешь корень дерева. И учишься любить всех. Независимо от того, любят они тебя или нет. Когда ты научишься это делать, тебе хорошо встанет в атмосфере своих родственников, которые в это время спят. Ты их просто любишь, ты всем желаешь счастья, ты живешь этой жизнью для святого человека. Значит, любовь утвердилась в этом доме. Она утвердилась. Как она утверждается? Ты просто тихо можешь любить, никого не трогая. Она утверждается. Ты просто тихо можешь любить, никого не трогая. Не впихивая им лекции Олега Геннадьевича Тарсунова. Просто чисто, спокойно можешь их любить. И все. Это значит, что все будет меняться в лучшую сторону. Как Айсберг. Знаете, он сначала тает, тает. До отправления поезда осталось пять минут. Все, я дальше не могу уже говорить. Желать счастья сейчас будем. Все сели прямо. Сейчас у нас будет тренинг небольшой. Не надо. Я спасибо Ирине, что она меня напоминает. Балкон страшный просто. Значит, смотрите. Я желаю всем счастья сказать. Очень трудно. Почему? Потому что у нас нет счастья. Мы, если были счастливыми, на лекции не пришли. У нас нет счастья. Но счастье сказать, я желаю всем счастья, очень легко, если понять, что за этим должно стоять. Смотрите, за этим должно стоять, должен стоять настрой. Настрой – это определенное состояние, в котором человек может сказать то, что сработает. Настрой – это самое главное. Какой настрой? Надо вспомнить или просто почувствовать святого человека. Допустим, какую-то икону вспомнить, там, изображение, там, Иисуса Христа, там, Божьей Матери, там, святость. Надо вспомнить святость, которая с вами связана. Каждый человек имеет знание святости. У каждого свое понимание. У кого-то там Коран, там, священный, еще что-то. Ну, любое. Все, что вы чувствуете святым, вспомните. Или начните вспоминать. Мысленно кланитесь святости. И говорите, я хочу жить для тебя. Не надоело жить для себя уже. Я хочу тебе служить. Кланьтесь. Попытайтесь установить связь. Кланьтесь. Попытайтесь установить связь. И повторяйте. Я желаю всем счастья. Что это значит? Это значит, что я святость хочу не на себя направить, а на других. Вот что значит жить для святого человека, для святой книги? Значит, в этой жизни забыть про себя. Потому что святости не нужно ничего для себя. Святость живет для других всегда. Понятная система? Просто вспоминай, кланяйся и прошу, пожалуйста. Я хочу. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я хочу, чтобы твоя жизнь во мне начала жить. Я желаю всем счастья. Я хочу, чтобы твоя сила во мне начала жить. Я хочу быть орудием в твоих руках. Я хочу механизмом в твоей судьбе стать. И вспоминайте, пытайтесь вспомнить свои чувства к святому человеку. Когда вы искренне настроитесь, святость в сердце появится. И вот эта вот фраза «Я желаю всем счастья», она просто мы как в стороне будем стоять, наблюдать. А она через меня будет длиться на других людей. И настоящие благословления, наполняющие жизни людей, пойдут через мое сердце. Настоящие благословения. Я буду это чувствовать. Но как только я подумаю, что я так всех благословляю, все закончится. Человек должен очень смиренным быть в отношениях со святостью. Очень смиренным. И так, но ниже этой книги, ниже святого человека, я кланюсь. Я желаю всем счастья. 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 Субтитры делал DimaTorzok Я живаю 7-6, 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 Я шуваю всем счастье. 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 Я шуваю всем счастье.